Как бы нас ни ругали, как бы ни косились на наши рано поседевшие головы, мы знали, что путь советского народа — наш путь. Мне несколько раз довелось в Париже разговаривать с Владимиром Ильичем Лениным. Я знал, что он любил Пушкина, любил классическую музыку, был человеком сложным, душевно широким. Но всю свою страсть, все силы творческого гения он вложил в одно — в борьбу за освобождение рабочих от эксплуатации, в создании нового социалистического общества. Вот почему, я писал в 1924 году, он думал об одном, чтобы другие счастливые могли думать о многом. Слово «счастливое» может резануть ухо. Малыши, которых несли на плечах в колонный зал, — это сироты 30-х годов, солдаты Отечественной войны, люди с проседью, читавшие отчеты о 20-м съезде. И все же слова «счастье» — правда. Когда я бываю теперь на собраниях нашей молодежи, я вижу, что юноши и девушки о многом думают, многим увлекаются, многое знают. «Мне хочется еще вспомнить Владимира Ильича, сказать будничное простое. Когда я разговаривал с ним в Париже, он вдруг прервал меня. Комнату нашли? Гостиницы здесь очень дорогие. И обратился к Надежде Константиновне. Кто ему здесь поможет? Людмила? Ну, она знает. Альтман в кабинете Владимира Ильича лепил его голову. И раз ему пришлось быстро уйти, к Ленину пришли товарищи. Владимир Ильич позаботился смочить глину. Не забыл. Луначевский мне рассказывал, что когда он спросил Ленина, можно ли предоставить левым художникам украсить к 1 мая Красную площадь, Владимир Ильич ответил, я в этом не специалист, не хочу навязывать другим свои вкусы. У Сталина есть статья о политическом стиле Ленина. Она написана еще в 20-е годы, и, наверное, все неправильно. Но человеческий стиль Ленина оказался неповторимым. Дерзость творческого замысла и редкостная скромность. Сила решимости, не исключавшей ни мягкости, ни глубокого уважения к духовным ценностям, к разуму, к искусству. Человечность. Подлинная человечность. В мае 1924 года я поехал с Любой в Италию. Там было много разноязычных туристов. Среди них немцы, которые приехали с твердой маркой и с не менее твердой уверенностью, что они спаслись под землетрясения и могут наслаждаться краем, где зреют лимоны. Французы говорят, что кот, который однажды обжегся, боится и холодной воды. Люди легкомысленнее котов. Десять тысяч жителей новых помпеев смотрят на Везувий, как на отца-кормильца. Они ведь живут к любознательности туристов. В 1944 году Везувий, на минуту проснувшись, уничтожил городок Сан-Себастьяна. Жители соседних городов, однако, никуда не уехали. В Венеции была международная выставка, в которой впервые участвовали советские художники. Мы сидели в кафе Флориана на площади Сан-Марко. Помню художницу Экстер, терновца. Кафе Флориана было тогда 163 года. Теперь ему стукнуло 200. Можно было устроить юбилей. Наверное, в нем сиживали за чашкой шоколада Лонги, Каналетто, Гольдони, Гоцци. Я не помню, о чем мы говорили. Может быть, о последних постановках Милерхольда или о холстах Сарьяна, выставленных в Венеции. А может быть, о комедии масок. Сухопары англичанки кормили неповоротливых голубей. Чистящики ботинки продавцы кораллов издевались, как классические орлики. Туристы, восхищаясь устно и письменно, старательно подписывая пачки ярких открыток. Все это напоминало постановку в камерном театре. Кругом был город с сотнями таинственных зловонных каналов, с кавалькадами, мяукающих кошек, с домами 17 века, в которых люди, как в самых обыкновенных домах, мечтают, ревнуют, ссорятся, просматривают вечерку, болеют гриппом или аппендицитом. Обычная жизнь была обрамлена изумительными перспективами, фисташковым небом, розоватой водой, мостиками, колоннами, фонтанами. Вот где человеку нужны глаза. А я глядел на чернорубашечников, которые прогуливались по площади и не ели мороженое. Мы поехали в Мурана, увидели там искуснейших стеклодувов. На фабричных стенах чернели надписи «Да здравствуй, Ленин!» Религионеры в черных шапченках злились и перекладывали из одного кармана в другой новенькие игрушки и револьверы. Я сказал, что для людей моего поколения передышка была недолгой. Да и редко нам удавалось забыть то, что в газетах называют историческими событиями. Почему мы не мог спокойно набаваться полотнами пинторетта или водой каналов? Что-то меня тревожило. Вероятно, новизна. Я ведь впервые увидел настоящих живых фашистов. Юношей я восхищался фресками Кампо-Санто и сказал Лубе, что нужно обязательно побывать в Пизе. Либо глядела на светлую живопись Де Нотца Гоцоли, который покрыл стены кладбища сладостью земной жизни. А я глядел на чернорубашечников. Во время войны немецкая бомба уничтожила часть пизанских фресок. Недавно я снова оказался в Пизе и увидел клочья былых видений. Мне стало обидно, что я когда-то не нагляделся на фрески досыта. А ничего тут не поделаешь. Живешь не так, как хочется. Так, как живется. Вряд ли в 1924 году можно было предвидеть, что фашизм, перекочевав из полупатриархальной бедной Италии в хорошо организованную Германию, уничтожит 50 миллионов душ и покалечит жизнь нескольких поколений. Но мне было обидно за Италию. Обидно и тревожно. Кто эти люди, улюлюкающие, марширующие, поднимающие вверх руки? Наверное, неудачники, сыновья разорившихся лавочников, провинциальных нотариусов или адвокатов, чисто людцы, соблазнившиеся звонкими фразами. Можно было принять их за маски дурацкого карнавала, но я уже знал, что люди живут не по Декарту. Почему-то мы попали в маленький город Средней Италии, Бибигену. Там нет достопримечательностей, и туристы туда редко заглядывают. А это чудесный городок. Вечером я зашел в полутемную тракторию, где стояли огромные круглые бутыли с красным вином. Старик рассказывал трактирщику и двум посетителям длинную историю о том, как из Америки вернулся каменщик Джулио. Он накопил немного деньжат, собирался жениться. А из Орецо приехал в машине секретарь Фашио. Они пили вино за двумя столиками. И вдруг секретарь начал задевать Джулио, требовал, чтобы каменщик крикнул «Да здравствует Муссолини!» Джулио ответил «Пусть кричат ослы!» Тогда фашист его застрелил. Для вида убийцу арестовали, а неделю спустя выпустили. Вот и вся история. Старик пил вино и крючковатыми пальцами крошил сухой сыр. Я вышел. Холм казался с звездным небом. Летали мириады светляков. Нежно квакали лягушки. В темноте влюбленные обменивались клятвами и поцелуями. А я думал, о судьбе неизвестного мне Джулио. Когда мы приехали в Рим, все казалось спокойным. Мы пошли в посольство. Посол говорил, что торговые отношения с Италией налаживаются. Рассказал, что в Рим приехал поэт Иванов. Он бывает в посольстве. Туристы спешили в Ватикан или в Колизей. В кафе Аранье на Корсо политики обсуждали, во сколько обошлась Италия экспедиция на Корфу. Я ходил в музей, восхищался византийскими мозаиками и на несколько дней забыл о политике. Вдруг мы увидели на площади Монте-Читорио взволнованную толпу людей. Они что-то кричали, жгли газеты. То же самое происходило и на других площадях. Я слышал крики «Долой фашистов! Долой убийц!» Возмущенные люди жгли пачки фашистских газет Корьера Итальяна, Пополо Диталия, Имперо. Несколько минут спустя я узнал, что фашисты похитили молодого социалистического депутата Джакомо Матеоти. Реакцию людей на события трудно предвидеть. Иногда уничтожение тысячи жертв проходит почти незамеченным. Иногда убийство одного человека потрясает мир. Расправа с Матеоти походила в своей простоте и наглядности на древнюю притчу. Повсюду я слышал имя жертвы. В книге 10 Л.С. я написал о конце Матеоти, хотя это не имело прямого отношения к заводам Ситроэна или к борьбе за нефть. Я не мог промолчать. То, что приключилось 10 июня 1924 года в Риме, вошло и в мою жизнь. Виталий тогда еще существовал парламент. Ветной были выборы. Фашисты с помощью вина и касторки, посулов и дубинок обеспечили себе большинство. Оппозиционные партии, однако, набрали около 40% голосов. 30 мая молодой депутат Матеотти выступил в парламенте с мужественной речью. Рассказал о насилии, об убийствах. Фашисты его прервали воем. Один кричал «Убирайся в Россию!» Когда Матеотти сошел с трибуны, левые депутаты его поздравляли. Он с усмешкой ответил одному из них «Теперь готовьте некролог». 11 дней спустя он вышел из дому, чтобы купить сигареты и не вернулся. Муссолини уже не мог вынести критики, но арестовать депутата он еще не решался. Он поручил своему другу Чазаре Россию устранить Матеотти. Росси заведовал отделом печати Министерства внутренних дел. Это было вывеской. В действительности отдел печати занимался убийством политических противников. Росси вызвал редактора газеты «Корьера Итальяна» Филиппелли. Редактор, в свою очередь, вызвал некоего Думини. На набережной Тибра, недалеко от дома, в котором жил Матеотти, его окружили неизвестные люди, силой втолкнули в машину. Автомобиль понесся за город. Похитители заткнули рот Матеотти. Думини знал свое дело. Потом он признался, что убил 12 антифашистов. Матеотти страдал туберкулозом. Горьба была недолгой. Когда Матеотти попытался открыть дверцу машины, Думини торнул его ножом. В пустынном месте возле Куарторелла фашисты наспех зарыли тело Матеотти. Муссолини с удовлетворением узнал, что дело сделано чисто. Он не ждал огласки. Пропал и пропал. Оказалось, женщины видели, как человека насильно втолкнули в красный автомобиль. Оппозиционные газеты еще продолжали выходить. Началось следствие. Нашли машину Филиппелли. Сиденье было замарано кровью. Пришлось арестовать Думлини. Привлекли к следствию даже Росси, но сразу дело замяли. А Росси вскоре рассорился с Муссолини, удрал в Париж и там начал разоблачать своего бывшего друга. Рим кипел. Казалось, сейчас разразится революция. Оппозиционные депутаты поклялись сопротивляться шайке убийц. Во всех странах люди возмущались цинизмом фашистов. Идучи струсил. Он заявил, что потрясен убийством депутата, что виновники понесут сровую кару. Он даже пошел на отставку генерального секретаря фашистской партии. Видимо, и он думал, что пожар разгорается. Характер итальянцев не похож на характер немцев. Но развязка оказалась той же. Депутаты произнесли негодующие речи, ремни сожгли пачки фашистских газет и разошлись по домам. Муссолин быстро успокоился. Я еще был в Италии, когда мне дали номер имперо, в котором фашисты издевались над протестующими. Пусть сумасшедшие хорохорятся, смеется хорошо тот, кто смеется последним. Никто не помешает фашистам расстреливать преступников на всех площадях Италии. Потом я прочитал речь Муссолини, он говорил об убийстве Матеотти, бесполезно и глупо разыскивать виновных, у нас свой язык, язык революции. Да, итальянцы не похожи на немцев. Итальянцам присуща любовь к свободе, вечное бунтарство, воображение, непослушливость. Но Муссолини правил Италию 23 года. Партизаны его казнили всего за несколько дней до самоубийства Гитлера. Я читал рассуждения одного французского автора. Он говорил, что народ может терпеть любые преступления диктатора, если диктатор его ведет туда, куда народ хочет идти. Не думаю, чтобы рядовой итальянец жаждал завоевать Эфиопию, усмирить испанцев, овладеть Воронежем. А разве народ, давший миру Бон Кихота, создан для фашизма? Разве народ Кеведо и Гоии предназначен для тупого захолустного деспотизма? Но вот уже почти четверть века генерал маленького роста и маленького калибра правит Испанией. Нет, здесь ничего не объяснишь народным характером. И об итальянцах можно сказать только одно. Они плохо исполняли роль римских регионеров. Это к их чести. Вначале фашисты пытались обстоятельно доказывать, что Дуччи ведет Италию к величию, к социальной справедливости, к избавлению от международного капитала. Потом они стали экономнее на слова, пустили в оборот приговорку «Дуччи не ошибается». Потом стали просто кричать «Да здравствуй, Дуччи!» В 1934 году я увидел огромный пассаж Милана, весь заклеенный афишами, на которых стояло одно слово «Дуччи». Профессор Чихотин был учеником Павлова. Он попытался, основываясь на методике условных рефлексов, проанализировать некоторые явления социальной жизни, в частности, воздействия пропаганды. Павлов произвел множество опыта с собаками. Чихотин изучал фашистскую литературу. Он не говорил, что среди подопытных собак встречаются особи, не реагирующие, или точнее слабо реагирующие на действия раздражителей. Профессор Чихотин считает, что некоторые весьма незначительное количество людей способны сопротивляться методам примитивной пропаганды, эмблемы, условные приветствия, лапидарные лозунги, форменные одежды и тому подобное. Я не физиолог и не берусь судить, насколько Чихотин прав. Но слишком часто в моей жизни я видел торжество механической глупости, автоматического фанфаронства. Я еще полюбовался пиниями Рима, граморными гимфами, роняющими слезы, добрыми улыбками горемык в Транстевере и мы поехали в Париж. Я продолжал писать книги, ходил в кафе, увлекался, развлекался, иногда был весел, иногда хмурился. Жизнь продолжалась, в меру спокойная, в меру приятная, а в общем печальная жизнь двадцатых годов. Часто я вспоминал смутные тени чернорубашечников, убийства Матеоти, первую примерку тех десятилетий, которые мне предстояло прожить. Неожиданно я снова взял томик Паскаля и нашел в нем утешение. Впервые я задумался над словами «Человек только тростник, самая хрупкая из всего существующего». На этом мыслящий тростник капля воды может его убить, но даже если вся вселенная на него ополчится, он все же будет выше своих убийц, ибо он может осознать смерть, а слепые силы лишены сознания. Итак, все наше достоинство в мысли. Казалось, многие события должны были заставить меня усомниться в правильности слов Паскаля. Я ведь видел, как быстро люди разучаются думать. Но первые годы революции не прошли бесследно. Я был застрахован и от слепой веры, и от слепого отчаяния. Вряд ли и Паскаль полагал, что любой человек при любых обстоятельствах способен мыслить. Многих итальянцев Муссолини превратил в роботов. Встречаясь друг с другом, они подымали руку и считали, что это их возвеличивает. Но рядом с ними другие мыслили, издевались, рассказывали злые анекдоты, читали недозволенные книги. Тростник не сдавался. В одиночной камере тюрьмы Тури 10 лет просидел Антонио Грамши. В заключении он писал статьи о философии Бенедетто Крочи о произведениях Пиранделло о Данте о Макеавелле и о многом другом. Писал письма своей русской жене Юлии и о сестре Татьяне. Письма задушевные, страстные, умные и очень человечные. Я часто их перечитываю и всякий раз испытываю гордость. Вот он мыслящий тростник. Время не торопится, торопится смерть. Грамши умер в 1937 году. Время не торопится, но рано или поздно оно ставит все на свое место. Недавно я шел по одной из флорентийских улиц. Был голубой апрельский вечер. Играли детишки, старик прогуливал собачку, влюбленные о чем-то шептались. Я машинально поглядел на дощечку. Улица Матеоти. Весной 1924 года на французских выборах победил Левый блок. Новое правительство возглавил радикал Эдуард Эрио. Человек высокообразованный, патриот, далекий от шовинизма, доброжелательный и широкий. Он обожал леонскую кухню, написал книгу об интимной жизни госпожи Рекамье и не забывал при этом о традициях якобинцев, был типичным представителем французской интеллигенции 19 века. В 1924 году англичане и американцы хотели, чтобы Франция поскорее договорилась с немцами. Эрио осуждал оккупацию Руру и тупость Пуанкаре, но, будучи французом, хотел заручиться гарантиями. Речь шла о безопасности Франции. Дайте нам отвезти кинжал, постоянно на нас направленный, пока вы толкуете о мире. Бог ты мой, как легко политики меняют не только слова, но и принципы. В 1924 году англичане отвечали сначала разоружение, а уж потом гарантия безопасности. Бриан считался первым политическим соловьем Европы. Когда он выступал, старые циники, растроганные, сморкались. Бриан говорил, разумеется, о мире, о европейской солидарности, о великодушии. Эрио попытался урезонить англичан и американцев. Осторожно, Рейхсвер воскресает, у немецкой армии современное вооружение, мы не можем забыть двух нашествий, мы слышим знакомые угрозы. Я хочу мира, как и все, но можно ли отстоять мир, пренебрегая безопасности Франции? Эрио сбросили. Его место занял Бриан. В швейцарском курортном городе Локарно были подписаны известные соглашения. Вечером ракеты фейерверка прорезали небо. Штрезаман писал бывшему кронпринцу. Во-вторых, я ставлю целью защиту немцев, живущих за границей, то есть тех 10-12 миллионов соотечественников, которые в настоящее время живут в чужих странах, под иностранным игом. Третья крупная задача исправление восточных границ, возвращение в Германии Данцига и Польского коридора и исправление границ Верхней Силезии в перспективе присоединения немецкой Австрии. Обидно, что в книге о моей жизни я должен вспоминать не только поэтов, художников, не только людей мне милых, но и Штрезамана. Ничего не поделаешь, мы жили в эпоху, когда история без церемонии забиралась в нашу жизнь днем или ночью, как будто она полтавский городовой. О фейерверке в Локарме я вспомнил 15 лет спустя, когда небо над Парижем загорелось и раздался грохот первой фугаски. Победа левого блока кое-что изменила, но для меня Париж оставался запретным. В Лиме я попросил Любу пойти во французское консульство. Мой облик всегда пугал чиновников, а Люба их скорее успокаивала. Рассчеты оказались правильными. Консул не зная, что мы выслали из Франции поставил на наши паспорта добротные визы. Этого было достаточно, чтобы приехать в Париж, но остаться там мы не могли. Имелся приказ о высылке. Друзья направили меня к секретарю масонской ложи Великий Восток. Я оказался в том самом логове, которое сводило с ума монархиста Бастуньича. Логово было обыкновенным кабинетом, а секретарь ложи пожилым радикалам, знавшим гастрономические тайны всех ресторанчиков Парижа. Масонова Франция было много, но опреки представлениям Бастуньича они не поклонялись ни дьяволу Бафомету, ни иудейскому богу Ягве, ни Карлу Марксу. Ложи были своеобразными обществами взаимопомощи. Секретарь сказал, что он устраивал дела потруднее. Префект полиции масон и его друг. Пришлось пойти к префекту. Он никак не походил на добродушного радикала и держался со мной надменно. Что вы собираетесь сделать в Париже? Я ответил, что собираюсь писать книги. Префект усмехнулся. Книги, сударь, бывают разные. Имейте ввиду, что французская полиция не бездельничает. Он сказал мне сущую правду. Министр де Монзи, который в 1940 году заинтересовался моим полицейским делом, рассказывал, вы, наверное, написали 20 книг, но могу вас заверить, что полицейские написали о вас куда больше. Я поселился в гостинице на авеню Денен с темной винтовой лестницей, воничьими коридорами и грязными номерами. Под окном был классический круглый писсуар и не менее классическая щербатая сканейка, на которой вечером целовались влюбленные. Осенью французское правительство решило признать Советский Союз. Я снова переступил порог особняка на улице Гренель, куда впервые заглянул после февральской революции. Перед посольством толпились полицейские шпики, они явно волновались. Шутка ли сказать, в аристократическом квартале Парижа среди бела дня сумасшедшие русские подымают красный флаг и поют интернационал. Красин спокойно улыбался. По двору шагал Маяковский, он говорил, что ему сел Париж, а американцы тянут с визой. Маяковский каждый день приходил в Ротонду. Он писал, что беседовал с тенями Верлена и Сезанна. Ротонда жила как рантье на проценты. Не было тех, с кем я когда-то проводил беспокойные ночи. Аполлинер и Модильяне умерли, Пикассо переселился на правый берег Сены и охладел к Монпарнасу, Ривера уехал в Мексику. Немногочисленных сторожилов окружали разноязычные туристы. Никто больше не спорил о том, как взорвать общество или как примирить справедливость с красотой. Трудно сказать, почему я каждый день шел на Монпарнас, в Ротонду или в дом. Видно, такова была стила привычки. Иногда я встречался со старыми друзьями с Леже, Шанталь, Цадкиным, Сандраром, Липшицем, Тергрогом, Федером, Фатинским. Конечно, мы говорили об искусстве, о русской революции, о Пикассо, о международной выставке, о Чаплине, но все это никак не напоминало довоенную Ротонду. Мы были далеко не стариками. Самому старшему из нас Леже тогда исполнилось 44 года. На прежний задор исчез. Мы напоминали солдат, уволенных в запас и донашивающих вылюнившие гимнастерки. Я писал о поэтессе Шкапской. Сижу в Ротонде и кури новую трубку кубистической формы. Сегодня чудесное солнце. Идет кот, и даже уклон его поднятого хвоста свидетельствует о необычайности дня. Эренбург же, как подобает опустошенному субъекту, продолжает курить трубку. Я хандрю. То я недоволен, что повсюду искусство и жажда простых разговоров или жирных уриток, от которых у меня болит живот, то, уподобляясь тургеневским отцам и косясь брезгливой жалости на новое поколение, требовал упраздненного вдохновения. Жанну Нейх все ругают, окрестили меня Вербицкой. Что мне делать? Заказать юбку? Отравиться на могиле Гейна? Французы пишут хорошую прозу и гадкие стихи. Но кому это нужно? Братья писателей, зачем мы стараемся? Кафе Монпарнаса были переполнены. Огни до военной ротонды притягивали мечтателей, авантюристов, чистолюдцев. Молодые шведы, греки, поляки, бразильцы торопились в Париж. Они хотели перевернуть мир. Мир, однако, крепко стоял на месте. Кубизм неожиданно заинтересовал владельцев ателье мод и дорогих магазинов. Молодые художники за гроши расписывали шали или изготовляли эксцентрические безделушки для приезжих американок. Развелось множество торговцев картинами. Все они мечтали напасть на нового модельяне. Они заключали договоры с художниками, подающими надежды, забирали все холсты, оплатили мало. Очевидно, считали, что голод способствует вдохновению. Картины стали биржевыми акциями, предметом спекуляции. Цены искусственно поднимали или сбивали. Аргентинский художник, сербский поэт, писали своим родителям, что сюрреализм вскоре завоевает мир, что они будут знаменитыми, но пока что пусть старики понатужатся и пришлют им сотни другой франков. караваны туристов превратили Монт-Парнас в район ночных развлечений. Сигали, жоке танцевали до утра, а кротавица кики с глазами совы печально пела скабрезные песенки. Летом 1925 года в Париже открылась международная выставка декоративного искусства. Фашисты показали свое чванство и тупость. Они именовали это неоклассицизмом. Среди французских построек, на редкость серых и бесцветных, выделялся небольшой павильон журнала Эспринуво, построенный Корбюзье. Гвоздем выставки был советский павильон. Его построил молодой архитектор-конструктивист Мельников. Как много из того, что делали наши конструктивисты и лешовцы, павильон никак нельзя было назвать утверждением утилитаризма. По лестнице было трудно подниматься, косой дождь прорывался в помещение. Здание было выражением романтики первых революционных лет. Экспонаты в большинстве принадлежали левым художникам. Макеты постановок Мирхольда, Таирова, конструкции Родченко, ткани Поповой, плакаты Лисицкого. В Париж понаехало много москвичей. Маяковский, Якулов, Мельников, Штернберг, Родченко, Рабинович, Терновец. Когда я с ними беседовал, мне порой казалось, что я в Москве 1921 года. Парижами считали советское искусство наиболее передовым. Кроме выставки они увидели броненосец Потемкин, Федру Таирова, принцессу Тарандок Вахтангова. А павильон на выставке, как и многое другое, был скорее эпилогом. В Москве открылась выставка Ахр. начиналось контрнаступление натурализма, бытовизма, академических форм, чинности, упрощенности и той фотографической условности, которая, ссылаясь на точность деталей, пыталась выдавать себя за реальное отображение жизни. Я писал в 1925 году. Простаки думают, что правдивое изображение больших дел это и есть большое искусство. Им не в доме, что на светочувствительной эмульсии не отличить солнце от медной пуговицы. Есть героическая натура, но героического натурализма не может быть. Фотограф, снимая провинциальную свадьбу и октябрьские дни, остается все тем же фотографом. Сейчас торжествует вульгарный натурализм. Он жив человеческой слабостью, ведь если ногам свойственно прыгать или по меньшей мере шагать, то есть другая часть тела, которая неизменно тянется к мягкому сиденью. Люди хотят на канате организовать уютное чаепитие. Я уже успел распрощаться с конструктивизмом. Торжество индустриальной красоты означает смерть индустриального искусства. Копировать машину еще пошлее, чем копировать розу, ибо в последнем случае кража совершается хотя бы у анонимного автора. Мелое искусство, создавшее подлинные шедевры, быстро развоплотилось. Оно хотело убедить людей, что в мире остались только элеваторы, геометрические фигуры и головы идей. Их не успели замолкнуть боевые ключи искусства в жизнь, как это самое искусство уже входит в музеи. Эстетической программы у меня больше не было. Я метался. Вернувшись из Америки, Маяковский рассказывал, что машинам там хорошо, а человеку плохо. Я спросил его, не усомнился ли он в программе Лефа. Он ответил, нет, но многое нужно пересмотреть, в частности, подход к технике. Мне хотелось понять, чем живут писатели-художники Франции. Я познакомился с Макарланом, Дионелем, Желем Роменом, с архитектором Корбезье. Бывал в редакции Кларте у Барбюса. Увлекался кино, разговаривал с режиссерами Рене Клером, Гансом, Ренуаром, Федером, Эпштейном. Грех назвать те годы бесплодными. Поскольку я заговорил о кино, достаточно сказать, что в 1925 году я увидал золотую лихорадку и пилигрима Чаплина. Да и в шуме не было недостатка, то и дело рождались различные школы, громче всех кричали сюрреалисты. Ничего то не хватало. Может быть надежд, может быть тревоги. Я подумал сейчас о судьбе многих людей, с которыми я встречался на Мон-Парнасе. Рене Кривель и Паскин кончили жизнь самоубийством, художника Федера гитлеровцы убили, Сутин погиб в годы оккупации, задравленный диснос умер в лагере смерти. Те годы тоже были канонами, но людям казалось, что на дворе серое будничное утро. Я больше не был ни затворником ротонды, ни фанатиком искусства. С утра до ночи я бродил по Парижу, забирался в кафе, где сидели биржевики, адвокаты, скототорговцы, приказчики, рабочие, разговаривал с людьми. Меня поражали механизация жизни, поспешность движений, световые рекламы, потоки машин. Конечно, автомобилей было в оста раз меньше, чем теперь, не было телевизоров, радиоприемники только входили в обиход, и по вечерам из раскрытых окон не вырывалась на улице разноголосица волн. Но я чувствовал, что ритм жизни, ее настроенность меняется. Ночью на Эйфелевой башне сверкало имя короля автомобиля Ситроэна. Электрические гномы карабкались по фасадам пепельных домов, пытаясь соблазнить даже луну аперитивом Дюбоне или кремом секрет вечной молодости. Менялись окраины Парижа, исчезли крепостные валы, пустыри, лачуги, строили первые дома в новом индустриальном стиле. Я увидел конструктивизм не на картонах Родченко, а в действительности. Меня позвал к себе художник Озенфан. Он жил в доме, построенном Корбезье. Свет, нагота, белизна больничной палаты или лаборатории. Я вспомнил конструкции Татлина, восторженных вхут и массовцев. То бы не то. Мы открывали Америку, конечно, воображаемую, а давно открытую и вполне реальная Америка тем временем пришла в Европу. Не с романтическими декларациями лефовцев, но с долларами, с черствым расчетом, с пылесосами и с механизацией человеческих чувств. Политика мало кого интересовала. Парижане не читали ни речей Бриана, ни сообщений о возрождении германской армии. Считалось, что люди, не поддающиеся шовинистической пропаганде, должны твердо верить в мир. И это всех устраивало. Люди хотели мирно наслаждаться жизнью. Раскрывая газету, они искали в ней кто биржевой глетень, кто отчет о матче футбола, кто о сводку погоды. Конь-блед и другие звери апокалипсиса уступили место Рено и Ситроэнам. В далекое прошлое отошли и окопы на Ашмендюдам, и солдатские бунты, и демонстрации. До поздней ночи ревел джаз и снова восхищались синкопами. Женщины носили очень короткие платья, говорили, что обожают спорт. Появились дансинги, матчи бокса, туристические автобусы, пылесосы, кроссворды и множество других новшеств. Вновь налаженная жизнь требовала экзотической приправы. Продавщицы универмагов и жены нотариусов зачитывались Атлантидой Пьера Бенуа. Для более изысканных дам имелись книги писателя-дипломата Поля Морана. Каждый год он выпускал в свет сборники рассказов «Закрыто ночью, открыто ночью, галантная Европа». Он рассказывал, как переспал или не переспал с женщинами различных национальностей. Для парижанок, не желавших отстать от века, любовь казалась провинциальным анахронизмом. И вот любовники Поля Морана ее модернизировали. Они в кровати разговаривали, как безупречные бизнесмены. Вы теперь похожи на чек без покрытия. Неоживительный капитал ваших нервов. Все реже и реже можно было встретить классического буржуа, который продолжал жить на страницах красного перца, толстого, беззаботного, ленивого семьянина, стригущего купоны или жульера, прогуливающегося по бульварам. Его место занял делец, вдоволь энергичный, предпочитающий автомобильные гонки девушками-фиалкам, склонный к авантюрам, к любой склизской афере, по образованию инженер или экономист, хорошо знающий новые методы производства и мировые цены, борьбу трестов, подкупность министров, всю политическую кухню. Его сыновья презирали романтику старого студенчества, слезы пьяного Верлена, скептицизм Анатолия Франца, анархические фразы. Они занимались гимнастикой, уважали сильных. Многие из них девять лет спустя, в ночь фашистского путча, резали бритвами ноги полицейских лошадей. Хотя американские солдаты давно уехали домой, все приходившее из нового света было в почете. Джаз заменил чахоточных скрипачей и лихих аккордеонистов. В дансингах ввели такси-герлс, девушек, которые за положенную плату танцевали с клиентами. Снобу, еще недавно участвовавшую в потасовках на премьере дягилевского балета или на вернисаже салона независимых, теперь неистово вопили на матчах Брауа Джо. Писатели принялись сочинять спортивные романы. Героями были боксеры, футболисты и велосипедисты. Летом Париж наводняли иностранные туристы. В списке обязательных достопримечательностей значились Елисейские поля, Венера Милоская, Эйфелева башня, гробницы Наполеона, Монмартр, Ротонда и публичный дом на улице Шабане, называвшийся Обществом Наций. Там нелись комнаты в испанском, японском, русском и других стилях. Туристов сопровождала пожилая чопорная экономка и академически поясняла различные непристойные детали. До войны французы чрезвычайно редко пересекали границу. Теперь мемоги уезжали на каникулы в Швейцарии, Италии, Австрию, Англию. Огромным успехом у среднего читателя пользовался роман «Де Кобра», посвященный любовным похождениям героини, которая называлась «Мадонна из Слиппинга». Французское название «Спальный вагон» звучало бы провинциально. Исчезли последние приметы прошлого века. Уличные карнавалы, конфетти, котелки, бархатные диваны в темных кафе, мужчины сбрили бороды, женщины начали коротко стричь волосы. Все это скорее относится к 1925 году, чем к Парижу. Теперь, когда я вспоминаю это время, Париж, мне кажется, идиллическим, захолустным, похожим на холсты утрилло. Менялась эпоха, и, может быть, Париж сопротивлялся дольше, нежели Берлин, Брюссель или Милан. Но я жил тогда в Париже, и там наблюдал первые результаты американского омолаживания старой Европы. Все поняли, что взял верх в порядок. Одни с горечью, другие с восторгом. Политика делалась за кулисами, и мало интересовала зрительный зал. Еще недавно большевиков изображали, как людей, держащих нож в зубах. Теперь большевики сидели на улице Гренель, к ним наведывались крупные промышленники в надежде получить заказы. С 7 ноября в наше посольство пришли различные депутаты, крупные журналисты, дельцы, светские дамы. Все они косились на Марселе Кашена, но утешились, увидав на столах икру. В некоторых светских салонах было можно восхищаться славянской мистикой, даже русским экспериментом. Снобов, восхвалявших все советское, окрестили большевизанами. Один теннисист и балбес сказал мне, «Я слыхал, что у вас уничтожены деньги, это замечательно, я ненавижу считать расходы». Другой спросил Любу, «Неужели Потемкин играет еще лучше, чем Маджухин, он слыхал одним ухом об успехе фильма Эйзенштейна и решил, что есть актер по имени Потемкин». Изредка трагические события врывались в элизорный покой города. Так было с сообщением о расстреле работниц консервных фабрик в бретонском городе Дуарнени. В Париже был большой митинг, ораторы призывали к действиям, рабочие аплодировали, свистели, потом все стихло. Как-то незаметно начались войны в Марокко, в Сирии, стреляли далеко и Париж продолжал жить по-прежнему. У нас в те годы пользовались большим успехом сочинения Пьера Ампа. Он описывал производство. Его романы походили на очерки, это многих увлекало. В ранней молодости Пьер Амп был рабочим. Я увидел, однако, почтенного литератора лет пятидесяти. Он не имел никакого представления о лефовцах, но рассказав с восхищением о новых станках, воскликнул, насколько движение машины прекраснее человеческих. Я подружился с писателем Пьером Маккарланом. У него было лицо опечаленного бульдога. Он помнил войну, и это было воспоминаниями не победителя, а побежденного. Кабак на улице Пегаль выставляет в каждом окне по кукле. Это скрытое желание еще раз отпраздновать смерть среди страшных окрестностей войны. Если я храню в памяти сто ужасающий образ войны, то это потому, что я не могу забыть дикой огонь и всех солдат, расстрелянных во имя правосудия. Ужас во мне достигает апогея. Ужас быть человеком среди стольких непонятных существ. Я чувствую себя куда более слабым, чем паяцы из шерсти набитой паклей. Их покачивание напоминает мне бескостные тела расстрелянных у традиционного столба. Маккарлан много говорил о социальной фантастике. Этими словами можно было объяснить все. Он написал роман о всаднице Эльзе, немецкой коммунистке, которая привела Красная Армия во Францию. Читая эту книгу, я посмеивался. Вероятно, так могли бы читать марсиане аэлиту. Но другие книги Маккарлана мне нравились, особенно «Госпиталь Святой Магдалины». Фантастическая история человека, который начинает потеть кровью. Медики потрясены небывалым казусом, все газеты пишут о диковинном пациенте, больного начинает показывать за деньги зевакам, количество крови увеличивается, бочки, тонны, для эксплуатации свежей крови организует трест, вмешивается правительство, хочет получить уребенную долу доходов, а больной лежит и слушает, как звенит горячая струя его крови. «Принято считать, что черная литература расцвела после Второй мировой войны, а книга, о которой я говорю, была написана в начале двадцатых годов. Тогда мы не знали об ушастом пражском евреи Франце Кавке, мы о многом не знали и видели все в меняющемся загадочном свете». Пьер Маккорлан, его фамилия куда прозаичнее Пьер Дюмарше, был поэтом, кое-что он предчувствовал, кое-что придумывал. Он жил в егелическом домике, недалеко от Марны, иногда играл на аккордеоне и почти всегда писал, писал. Он написал предисловие к первому французскому перелогу Хулио Хуринита, который вышел в 1924 году. Тогда мы были едва знакомы, и, рассказывая обо мне, он описал человека почти столь же фантастического, как всадница Эльза. По его словам, в конце 1921 года я пережил сразу множество бедствий. Я разводил собаки и кроликов, белый офицер хотел меня скинуть в море, меня арестовало ЧК, а французское правительство выслало из Франции. Хулио Хуринита ему понравился, и он советовал французам познакомиться с романтикой случайного и непредусмотренного. Он говорил мне, я пишу только для того, чтобы не совершить банального преступления, не убить старуху и не поджечь ферму. Однажды мы с ним обедали в парижском ресторане. Вдруг Макарлан мне сказал, знаете, что будет, если человечество просуществует еще несколько тысяч лет? кролики начнут кусаться, морковь будет выскакивать из грядок, чтобы вцепиться в викры человека. Макарлан посвятил мне одну из своих книг-воспоминаний улица Сент-Венсен. Это рассказ о смятении молодого человека и о смутных уличках старого Руана, разрушенного в годы последней войны. Я принимал его за бунтаря, а он был хорошим писателем и добрым человеком. Я понимаю, что Октябрьская революция многое изменила. Я говорю о моей преданности новой эпохи. Мы ее любим не менее странной любовью, нежели наши предшественники отчизну. Это чувство тоже требует и крови, и замалчиваний. О чем я больше всего думал? Кажется, о судьбе человека, о том, что писатели не могут довольствоваться описанием событий. Они должны показать душевный мир современников. В 1925 году в Париже играли пьесу Чапека Рур. Появилось новое слово робот. Мы часто тогда говорили о мыслящих машинах, и мне казалось, что по Скалевскому тростнику страшнее всех бурь внутренние перерождения. «Я боялся не того, что мыслящие машины будут чрезвычайно сложными, а того, что эти машины постепенно отучат человека от мысли, вытеснят клубок чувств». Лето 1925 года пожалуй, самое печальное изо всех моих книг. Не самое горькое, не самое безысходное, а именно самое печальное. Ее содержание несложно. Рассказ ведется от первого лица. Герой романа попал в Париж, опустился, бродил по улицам залитым ярким светом, подбирал окурки, потом нанялся на бойни, гонял баранов. Какой-то итальянский авантюрист подбивал слововольного растерявшегося героя убить капиталиста Пике. Из этого ничего не вышло. Но герой привязался к чужой брошенной девочке, нянчил ее. Девочка умерла. Интрига меня мало занимала. Я хотел изобразить одиночество человека в большом городе, отчаяние многих людей, с которыми встречался судьбу поколения побывавшего у Вердена. Мы во многое верили. Верили долго и крепко, хотя бы в бога пастухов и инквизиторов, который сделал из воды вино, а из крови воду. Верили в прогресс, в искусство, в любые очки, в любую пробирку, в любой камешек музея. Мы верили в социальную справедливость и в символику цветов. Мы умилялись то перед эстетикой небоскребов, то перед открытием новой сыворотки. Мы верили, что все идет к лучшему. Мы до хрепоты спорили, постановляли, читали стихи и сравнивали различные конституции. У нас были тогда стоячие воротнички и стойкие души, а потом, потом мы лежали в грязи окопов и вместо карнавальных масок примеряли противогазы. Мы кололи штыками, добывали пшено, дрожали от сыпняка или от испанки. Мы узнали, что война пахнет калами газетной краской, а мир карболкой и тюрьмой. В те годы было написано немало печальных книг. Очевидно, многие актеры терзаются во время антрактов еще сильнее, чем на сцене. Мне прислали из Москвы статью «На путях жизни», напечатанную в газете. Критик писал, «Эренбург рассказывает здесь о том, как, не выдержав свободы и голода, он прикрепился, поступил на службу. В мои обязанности входило перегонять барана со скотного двора в виллет на соседние бойни. Способ, избранный Эренбургом временного обращения к подсобному заработку, заслуживает думается серьезного внимания. Пример Эренбурга заслуживает внимательного общественного рассмотрения. Сам Эренбург в своей временной службе на бойнях усматривает нечто героическое, что-то вроде мученического венца вокруг изборожденного глубокими думами писательского чела. Аккуратно считал я сзади баранов. Порой бараны упирались и трагически блеяли. Я кричал тогда «Э-э-э-э-э», причем мой голос, бывавший вдоволь нежным, когда приходилось заговаривать барышень или публично читать некоторые главы из Жанны Ней, ухитрялся теперь пугать этих организирующих тварей. Как трагически оторван писатель от живой жизни, если такая простая вещь, как приискание какой-либо временной работы, кажется ему чем-то вроде небывалой, чуть ли не мировой трагедией. Это правильный и здоровый путь. Кажется, единственный раз в те времена в моих писаниях нашли нечто заслуживающее похвалы. Но и то похвалили незаслуженно. Никогда я не работал на бойнях и не гонял баранов. Но я видел окопы на Сомме, тяжелую одырь передышки, нищету Бельвилля, итальянских чернорубашечников и многое другое. Проходя мимо ротонды, я увидел на террасе знакомое лицо. Это был поэт Перец Маркиш, которого я знал по Киеву. Его трудно было не заметить. Красивое вдохновенное лицо выделялось в любой среде. Лавренев уверял, что Маркиш походил на портреты Байрона. Может быть. А может быть просто на тот облик романтического поэта, который остался в нашем представлении от сотен холстовелей рисунков, от строк поэм, от воздуха другой эпохи. Романтиком Маркиш был не только в стихах. Романтически велись его волосы, романтически была поставлена голова на стройной шее. Он не любил галстуков и ходил всегда с расстегнутым воротничком. Да и юношеский облик, который он сохранял до смерти, был тоже романтическим. За его столиком сидели еврейский писатель из Польши Варшавский и художник, фамилию которого я забыл. Варшавского я знал по роману «Контрабандисты», переведенному на различные языки. Он был застенчивым, мало разговаривал. Художник, напротив, не замолкая, говорил о выставках, о критиках, о том, как трудно прожить в Париже. Он был бессарабцем, незадолго до того приехал во Францию, работал как маляр, а в свободные часы писал пейзажи. Не то варшавский, не то художник рассказал историю о дудочке. Это была хасидская легенда. Хасиды — мистическая и бунтарская секта, восставшая в XVIII веке против равинов и богачей-лицемеров. Легенду я запомнил и включил потом в мою книгу «Бурная жизнь» Лазика Ройтшваныца. Книга эта малоизвестна, и я перескажу историю. В одном из местечек Волыни был знаменитый цадик, так называли хасиды подлинных праведников. В местечке, как и повсюду, были богачи, дававшие деньги в рост, домовладельцы, купцы, были люди, мечтавшие правдой и неправдой разбогатеть. Словом, неправедных было вдоволь. Настал судный день, когда по верованиям религиозных евреев бог судит людей и определяет их дальнейшую судьбу. Судный день они не едят, не пьют, пока не покажется вечерняя звезда, и раввин не отпустит их из синагоги. В тот день в синагоге стояла тяжелая тишина. По лицу цадика люди видели, что бог рассержен злыми делами обитателей местечка. Не показывалась звезда, все ждали сурового приговора. Цадик просил бога отпустить людям грехи, но бог прикидывался глухим. Вдруг тишину нарушила маленькая дудочка. Среди бедноты, стоявшей позади, был портной с пятилетним сынишкой. Мальчику надоели молитвы, и он вспомнил, что у него в кармане грошовая дудочка, которую ему купил накануне отец. Все накинулись на портного. Вот за такие выходки «Господь покарает местечко». Но Цадик увидел, что суровый бог не выдержал и улыбнулся. Вот и вся легенда. Она взволновала Маркиша. Он воскликнул «Да это об искусстве!» Потом мы встали, пошли по домам. Маркиш довел меня до угла и неожиданно мы говорили о чем-то другом, сказал «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». Мне кажется, что в этой фразе было объяснение многих трудных лет его жизни. Он не был создан ни для громких призывов, ни для эпических поэм, был поэтом с дудочкой, издававшей чистые пронзительные звуки, но воображаемого бога, способного улыбнуться, не оказалось, а век был шумным, и уши людей порой не различали музыки. Стихотворцы всегда существовали. Особенно много их развелось, когда производство стихов стало профессией. Маркиш был поэтом. Трудно, конечно, судить о стихах по переводам, я не знаю еврейского языка, но всякий раз, беседуя с Маркишем, я поражался его природе. Он воспринимал и громкие события, и детали быта, как поэт. Это не только мое впечатление. Об этом мне говорили люди, друг на друга непохожие. Алексей Толстой, Тувим, Жан-Ришар Блок, Заболоцкий, Незвал. Он не боялся избитых тем, часто писал о том, о чем, кажется, писали все поэты мира. Лес осенью. Там листья не шуршат в таинственной тревоге, а скрючившись легли и дремлют на ветру. Но вот один сосна поплелся по дороге, как золотая мышь искать свою нору. Слеза любимой женщины. Она не падает с твоих ресниц, но остается между век дрожащий. В ней мир выходит из своих границ, а в глубине растет зрачок блестящий. Он был мастером и неустанно трудился. О нем можно сказать то, что он сказал о старом портном. Что он мог ищи суда темным привезти поселком? Выстроченные года выпеченную иголку. Маркиш не отворачивался от жизни. Он не только принимал эпоху, он ее страстно любил. Писал эпические поэмы о строительстве, о войне, будучи человеком необычайно чистым, он ревниво ограждал то, что любил от тени сомнений. Советским был с головы до ног, и хотя мы люди одного поколения, он был на четыре года моложе меня, я восхищался его цельностью. Он увидал погромы, жил в Польше во время разгола антисемитизма, но не было в нем и тени национализма, даже национализма мышки, которая знает, что над половицей подтягиваются кошки. Если нужно привести пример интернационализма, то можно свободно назвать Маркиша. Критики отмечали, что в его произведениях порой чувствуется печаль, горечь, тревога. Могло ли быть иначе? Одна из его первых поэм «Куча» посвящена погрому в городище. Недавно я прочитал перевод его неизданного романа, законченного незадолго до того, как Маркиш погиб. Это летопись страданий, борьбы, гибели варшавского гетто. Я не хочу, однако, ограничиваться только ссылкой на эпоху. Нужно сказать о структуре поэта. Я припомню очень давний диалог между двумя испанскими поэтами, Рабисом Тобом и Маркизом Сантильяно. Евреи и арабы ввели в испанскую поэзию гномические стихи, короткие философские изречения. Одним из таких гномических поэтов был Рабисом Тоб. Король Педро жестокий, страдавший бессонницей, поручил Рабисом Тобу написать для него стихи. Поэт назвал книгу «Советы», и она начинала следующим утешением. «Нет ничего на свете, чтобы вечно росло, когда луна становится полной, она начинает убывать». Много десятилетий спустя придворный поэт Маркиз Сантильяно написал эпиграмму «Как хорошее вино иногда содержится в дурной бочке, так истина порой исходит из уст еврея». Раби Сэм Тоб как бы предвидел, когда мир был создан, мир был поделен, «Одним досталось хорошее вино, другим жажда». Маркиш принадлежал к поэтам нехорошего вина, а сухих губ, отсюда тот едва уловимый оттенок горечи, который порой проступает в его стихах полных радости жизни. «Мы с ним виделись редко, жили в разных мирах, но всякий раз, встречая Маркиша, я чувствовал, что передо мной чудесный человек, поэт и революционер, который никого напрасно не обидит, не предаст друзей, не отвернется от попавшего в беду». Помню митинг в Москве в августе 1941 года. Его передавали по радио в Америку. На митинге выступали Перец Маркиш, Эйзенштейн, Михоэлс, Капица, Я. Маркиш страстно призывал американских евреев потребовать от Соединенных Штатов борьбы с фашизмом. Америка тогда еще была нейтральной. В последний раз я видел Маркиша 23 января 1949 года в Союзе писателей на похоронах поэта Михаила Голодного. Маркиш горестно сжал мне руку. Мы долго глядели друг на друга, гадая, кто вытянет жеребий. Переца Маркиша арестовали четыре дня спустя 27 января 1949 года, день его смерти 12 августа 1952 года. Как все люди, встречавшие Маркиша, я думаю о нем с нежностью почти суеверной. Вспоминаю его стихи. Две мертвые птицы на землю легли. Удар был удачен. Что лучше земли? Здесь, в солнечной этой блаженной стране упасть так упасть так мерещится мне. Шагнул я, пойдем же, ты слышал, пойдем. Упал так упал, не жалей ни о чем. Лететь так лететь, как слепителен свет. Широкие просторы и края им нет. Трудно привыкнуть к мысли, что поэта убили. А в те давние дни, когда я встречал молодого вдохновенного Маркиша на Мон-Парнасе, он говорил о дудочке ребенка и о громовом голосе Маяковского. Примерял судьбу. Для меня он был залогом того, что нельзя разлучить эпоху и поэзию. «Я возложил тебя на рамина, о век! Я перепоясался тобою, как каменным широким кушаком. Огромной крутизной встает дорога, и должен я взобраться на нее. Сквозь вой ветров, сквозь снеговые кручи я подымаюсь. Многие погибнут среди сугробов. Нет, он не был ни наивным мечтателем, ни слепым фанатиком. Дудочки касались сухие губы взрослого мужественного человека». Приехав в Москву весной 1926 года, я поселился в гостинице на Балчуге. За номер брали много, а с деньгами у меня было туго. Меня привятили Катя и Тихон Иванович. Жили они в проточном переулке между Смоленским рынком и Москвой рекой, старом полуразвалившемся доме. В начале войны в этот дом попала немецкая зажигалка, и он сгорел. Не знаю, почему проточный переулок тогда был облюбован ворами, мелкими спекулянтами, рыночными торговцами. В ночлежке Ивановка собиралось жулье. В домишках розовых, абрикосовых, шоколадных, с вывесками частников, с выдранными звонками, с фикусами и поножовщиной шла душная звериная жизнь последних лет НЭПа. Торговали все и всем, ругались, молились, хлистали водку, и мертвецки, пьяные, валялись, как трупы в подворотнях, дворы были загажены, в подвалах ютились беспризорные, милиционеры и агенты угрозыска заглядывали в переулок с опаской. Я увидел один из черных ходов эпохи и решил его отобразить. Я знал, конечно, что писать о благородных героях приятнее, да и спокойнее, но автор не всегда волен в выборе персонажей. Не он ищет героев, герои ищут его. У художников есть выражение писать с натуры. Это никак не связано с натурализмом. Импрессионисты, например, писали пейзажи только с натуры, а натуралисты, обычно выдающие себя за реалистов, преспокойно пишут портреты с фотографий. Я вдохновился проточным переулком, с его равнодушием и надрывом, с мелким подходом к большим событиям, с жестокостью и раскаянием, с темнотой и тоской. Впервые я попытался написать повесть с натуры. В основу фабулы легло подлинное происшествие. Владелец одного из домишек, абрикосового или шоколадного, жадный и бездушный торгаш, разозлившись на беспризорных, которые стащили у него окорок, ночью завалил выход из подвала, где дети прятались от жестоких морозов. Пейзаж меняется не только от освещения, но и от душевного состояния живописца. Я больше не мог жить одним отрицанием. Я замерзал от сатирических усмешек. В романе «Рвач» я попытался дать социальный анализ событий, там много общих описаний. В проточном переулке очень мало иронии. Я захотел найти в сердцах моих героев то доброе начало, которое позволит им расстаться с грязью, с пошлостью, с душевной пустотой. В те годы я не писал стихов, и повесть походила на лирическое признание. Я не только полюбил моих невзрачных героев, я вложил в них самого себя. Остались в стороне домовладелец, который пытается уничтожить беспризорных, да его жилец, плюгавый бездельник, женившийся до революции на дочке барона и живущей на ее счет. Все остальные персонажи мечутся, ищут, страдают. Мои мысли, чувства тех лет можно найти и в обыкновенной советской девушке Тане, с ее случайными связями, с жаждой большой любви, с книгами, с работой. И в неудачливом поэте Прахове, ставшем газетным хаутурщиком, честолюбивом и слабовольным, готовым на пошлость, даже на подлость, на начинающем понимать тщету да и мелкоту своих мечтаний. И в горбатом музыканте Юзике, играющем на скрипке в кинотеатре Электро, в этом захолустном философе с его безнадежной любовью к жизни, и в старом Чехии, бывшем преподавателе латыни, превратившемся в нищего, но духовно приподнявшимся, прозревшим, которого полюбили беспризорные. Горбон Юзик спрашивает старого нищего, так почему же вас, преподавателя латыни, выбросили на улицу? Одно из двух? Или вы правы, или они? Я был прав, это прошедшее время, они правы, это настоящее, а дети, играющие сейчас с погремушками, будут правы. Футурум. С удовлетворением глядел я на их флаги, на их процессии, на их воодушевление. прекрасно молодой человек, кровь, приливающая к щекам и огонь самозабвения в глазах. Кажется, ни одну мою книгу так не поносили, как роман в проточном переулке. Не помню всех статей, но одна сейчас передо мной. Она заглавлена «Советская Россия без коммунистов» и напечатана в Ленинградской красной газете. Увиденная и показанная сквозь жижицу проточного переулка Советская Россия — это не реальная наша страна, а заповедный идеал Милюкова. Это Советская Россия без коммунистов. Эренбург выполняет социальный заказ эмигрантской интеллигенции, дав зарисовку уголка Советской Москвы без социалистического строительства, без пафоса строительства новой жизни. Эренбург уподобился тому щетинистому завсегдатаю свалок, который ненароком забредя в Розариум, увидел там непышно растущие благоухающие розы, а заметил колючие шипы и увлекся навозной жижей удобрения цветочных клумб. Стендаль писал в Красном и Черном «Роман зеркало на большой дороге. В нем отражается то лазурное небо, то грязь, лужи, ухабы. И человека, у которого зеркало, вы обвиняете в безнравственности. Зеркало отражает грязь, и вы обвиняете зеркало. Обвиняйте лучше дорогу с ухабами или дорожную инспекцию». В 1926 году, когда я писал о проточном переулке, Федин работал над трансвалем, Леонов над вором, Катаев над растратчиками, Иванов над тайным тайных. Старая литературная энциклопедия называет все эти книги искажением советской действительности, апологией мещанства, клеветой. Дело, видимо, не в политических мечтаниях Милюкова. Писатели моего поколения в первые годы революции попытались увидеть общую картину, осознать значение происходящего. Потом настало время более спокойное, если угодно более серое. Писатели начали приглядываться к отдельным человеческим судьбам. В эпоху Эдуарда седьмого нищего мальчика секли за проказы принца. Наши критики секли и секут писателей за ухабы большой дороги. Проточный переулок никак не походил на Розариум, а я, будучи щетинистым человеком, направо женись свиньей, терзался от грязи. Частенько мне бывало холодно на свете. Я искал сердечности, теплоты. На берегу Москвы реки летом цвели злосчастные цветы пустырей, затоптанные, заваленные нечистотами, лютики, одуванчики. И эти цветы я хотел изобразить. С прошлым не стоит спорить, но над ним стоит задуматься, проверить, почему написанные страницы столько раз оказывались бледнее, мельче тех, что в бессонные ночи мерещились автору. Всю мою жизнь я беззаветно любил Гоголя. Эти строки я пишу в полутемном номере римской гостиницы. Между двумя заседаниями оказалось несколько свободных дней, и я решил вернуться к начатой главе. Вчера я снова пошел в старое кафе Греко, где когда-то сиживал Николай Васильевич. Сел за столик под его портретом и задумался, каким светом озарил этот угрюмый, болезненный, в жизни глубоко несчастный человек и Россию, и мир. В повести о проточном переулке Горбон Юзик читает и перечитывает одну книжку. Ее первые страницы выдраны, он не знает ни заглавия, ни имени автора. Он говорит Тане, «Ах, Татьяна Алексеевна, вы только послушайте, что я вчера прочел. Много нужно глубины душевной, чтобы озарить картину, взятую из презренной жизни и возвести ее в перл создание». Таня смеется, «Глупые книжки вы читаете, Юзик, кто теперь говорит перл? Это ювелир, а не писатель. Вы должны усвоить методологию». Приведенные слова принадлежат Гоголю. Душевная глубина позволила ему потрясти современников, она потрясает и нас. Сидя за его столиком, я думал, что ни у меня, ни у многих из моих современников не нашлось достаточной душевной глубины, и что мы слишком часто оказывались побежденными, не критиками, конечно, а временем, именно потому, что не сумели с подлинной глубиной, с дерзостью замысла, с мужеством автора мертвых душ, шинели, осветить будничное, малопримечательное, презренное. Не буду говорить о других, но себя судить я вправе. Слабость моей повести не в замысле, не в том, что я обратился к неприглядным обитателям проточного переулка, не противопоставил им строителей будущего, а в том, что изображаемый мир слишком робко, скупо, редко озарен светом искусства. Дело не в размерах отпущенного мне дарования, а в душевной поспешности, в том, что мы жили ослепленные огромными событиями, оглушенные пальбой, ревом, громчайшей музыкой, и порой переставали ощущать оттенки, слышать биение сердца, отлучались от тех душевных деталей, которые являются живой плотью искусства. Все это я понял не в 1926 году, а много позднее. Человек учится до самой смерти. Лето в Москве стояло жаркое. Многие из моих друзей жили на дачах или были в отъезде. Я слонялся по раскаленному городу. Один из очень душных предгрызовых дней принес мне нечаянную радость. Я познакомился с человеком, который стал моим самым близким и верным другом, с писателем, на которого я смотрел как подмастерье на мастера, с Исааком Эммануиловичем Бабелем. Он пришел ко мне неожиданно, и я запомнил его первые слова. «Вот вы какой!» А я его разглядывал с еще большим любопытством. Вот человек, который написал конармию одесские рассказы, историю моей голубятни. Несколько раз в жизни меня представляли писателям, книгам которых я относился с благоговением, Максиму Горькому, Томасу Манну, Бунину, Андрею Белому, Генриху Манну, Мачадо, Джойсу. Они были много старше меня. Их почитали все, и я глядел на них как на далекие вершины гор. Но дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви. Так было с лет спустя с Хемингуэем. Бабель сразу повел меня в пивную. Войдя в темную, набитую людьми комнату, я обомлел. Здесь собирались мелкие спекулянты, воры, рецидивисты, извозчики, подмосковные огородники, опустившиеся представители старой интеллигенции. Кто-то кричал, что изобрели эликсир вечной жизни. Это свинство, потому что он стоит баснословно дорого, значит, всех пересидят подлецы. Сначала на крику на не обращали внимания, потом сосед ударил его бутылкой по голове. В другом углу началась драка из-за девушки, по лицу кудрявого паренька текла кровь. Девушка орала, можешь не стараться, Гарри пиль, вот кто мне нравится. Двух напившихся до бесчувствия выволокли за ноги. К нашему столику подсел старичок чрезвычайно вежливый. Он рассказывал Бабелю, как его зять хотел вчера прирезать жену, а Верочка, знаете, и не сморгнула, только говорит, поворачивай, пожалуйста, оглобли, она у меня, знаете, деликатная. Я не выдержал, пойдем, Бабель удивился, но ведь здесь очень интересно. Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказывал в очерке «Начало», как, приехав впервые в Петербург, ему тогда было 22 года, снял комнату в квартире инженера. Поглядя внимательно на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и калоши. 20 лет спустя Бабель поселился в квартире старой француженки в парижском предместе Нэйи. Хозяйка запирала его на ночь, боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Ицака Эммануиловича не было, просто он многих озадачивал. Бог его знает, что за человек и чем он занимается. Майкл Гоут, который познакомился с Бабелем в Париже в 1935 году, писал «Он не похож на литератора или на бывшего кавалериста, а скорее напоминает заведующего сельской школой». Вероятно, главной роль в создании такого образа играли очки, которые в канармии приняли угрожающие размеры. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. «Жалеете вы очкастые нашего брата, как кошка-мышку? Аннулировал ты коня четырехглазый!» Он был невысокого роста, коренастый. В одном из рассказов канармии, говоря о галицистских евреях, он противопоставляет им одесситов, живиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино, грузчиков, бендюжников, балагул, налетчиков, вроде знаменитого мишки-япончика, прототипа Бенекрика. Эпитет «живиальный» галицизм, по-русски говорят, веселый или жизнерадостный. Исаак Аммануилович, несмотря на очки, напоминал скорее же реального одессита, хлебнувшего в жизни горя, чем сельского учителя. Очки не могли скрыть его необычайно выразительных глаз, то лукавых, то печальных. Большую роль играл и нос, неутомимо любопытный. Бабелю хотелось все знать, что переживал его однополчанин, кубанский казак, когда пил два дня без просыпу и в тоске сжег свою хату. Почему Машенька из издательства «Земля и фабрика», наставив мужу рога, начала заниматься биомеханикой? Какие стихи писал убийца французского президента, белогвардеец Горгулов? Как умер старик-бухгалтер, которого он видел один раз? В окошке издательства правда, что в сумочке парижанки, сидящей в кафе за соседним столиком? Продолжает ли фанфоронить Муссолини, оставаясь глаз на глаз Щиано, словом, мельчайшие детали жизни? Все ему было интересно, и он не понимал, как могут быть писатели, лишенные аппетита к жизни. Он говорил мне о романах просто, большой писатель, а скучно. Может быть, ему самому было скучно все это описывать? Отмечая способности начинающего эмигрантского писателя Набокова-Сирина, Бабель говорил, писать умеет, только писать ему не о чем. Он любил поэзию и дружил с поэтами, никак на него не похожими, с Багрицким, Есениным, Маяковским. А литературной среды не выносил. Когда нужно пойти на собрание писателей, у меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой. У него были друзья различных профессий, инженеры, наездники, кавалеристы, архитекторы, пчеловоды, цимбалисты. Он мог часами слушать рассказы о чужой любви, счастливой или несчастной. Он как-то располагал в собеседниках исповеди. Вероятно, люди чувствовали, что Бабель не просто слушает, а переживает. Некоторые его вещи рассказы от первого лица, хотя в них чужие жизни, например, мой первый гонорар. Другие, напротив, под маской повествования о вымышленных героях раскрывают страницы автобиографии автора «Нефть». В коротенькой автобиографии Бабель рассказывал, что в 1916 году Горький отправил его в люди. Исаак Аммануилович продолжал «И я на семь лет с 1917 по 1924 ушел в люди. За это время я был солдатом на Румынском фронте, потом служил в ЧК, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском Губкоме, был выпускающим в Седьмой советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге, в Тифлисе и прочее». Действительно, семь лет, о которых упоминает Бабель, дали ему многое. Но он был в людях и до 1916 года, оставался в людях и после того, как стал известным писателем. Вне людей существовать он не мог. История моей голубятни была пережита мальчиком и уже много позднее рассказана зрелым мастером. В годы отрочества ранней юности Бабель встречал героев своих одесских рассказов, налетчиков и барышников, близоруких мечтателей и романтических жуликов. Куда бы он ни попадал, он сразу чувствовал себя дома, входил в чужую жизнь. Он пробыл недолго в Марселе, но когда он рассказывал о марсельской жизни, это не было впечатлениями туриста. Говорил о гангстерах, о муниципальных выборах, о забастовке в порту, о какой-то стареющей женщине, кажется, прачке, которая, получив неожиданно большое наследство, отравилась газом. Однако даже в любимой им Франции он тосковал о родине. Он писал в октябре 1927 года из Марселя «Духовная жизнь в России благородней». «Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю». В другом письме Левшицу, старому своему другу, он писал из Парижа «Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы из России тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей». В двадцатые годы у нас в газетах часто можно было увидеть термин «ножницы». Речь шла не о портновском инструменте, а о растущем расхождении между ценой хлеба и ценой ситца или сапог. Я сейчас думаю о других ножницах, о расхождении между жизнью и значениями искусства. С этими ножницами я прожил жизнь. Мы часто об этом говорили с Бабелем. Любя страстно жизнь, ежеминутно в ней участвуя, Исаак Эммануилович был с детских лет «Бывает так, человек пережил нечто значительное, захотел об этом рассказать, у него оказался талант, и вот рождается новый писатель». Фадеев мне говорил, что в годы гражданской войны он и не думал, что увлечется литературой, разгром был для него самого негаданным результатом пережитого. А Бабель и воюя знал, что должен будет претворить действительность в произведение искусства. Рукописи, не опубликованных в произведении Бабеля, исчезли. Записки Гехта напомнили мне о замечательном рассказе Исаака Эммануиловича «У троицы». Бабель мне его прочитал весной 1938 года. Это история гибели многих иллюзий, история горькая и мудрая. Пропали рукописи рассказов, пропали главы начатого романа. Тщетно искала их вдова Исаака Эммануиловича Антонина Николаевна. Чудом сохранился дневник Бабеля, который он вел в 1920 году, находясь в рядах первой конной. Одна киевлянка сберегла толстую тетрадь с неразборчивыми записями. Дневник очень интересен. Он не только показывает, как работал Бабель, но и помогает разобраться в психологии творчества. Как явствует из дневника, Бабель жил жизнью своих боевых товарищей, победами и поражениями, отношением бойцов к населению и населения к бойцам. Его потрясали великодушие, насилие, боевая выручка, погромы, смерти. Однако через весь дневник проходят настойчивые напоминания описать мотяжа Мишу, описать людей, воздух. За этот день главное описать красноармейцев и воздух, запомнить фигур, лицо, радость, Апанасинки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирая для Бахтурова. Обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозуполка, отчаянного рубаку. Не забыть бы священника в ложкове, плохо выбритый, добрый, образованный, может быть, коростолюбивый, какое там коростолюбие, курица, утка. Описать воздушную атаку, отдаленный, как будто медленный стук пулемета. Описать леса, кривиха, разоренные чехи, сдобная баба. Бабель был поэтом. Ни натурализм описываемых им бытовых деталей, ни круглые очки на круглом лице не могут скрыть его поэтическую настроенность. Он загорался от стихотворной строки, от холста, от цвета неба, от зрелища человеческой красоты. Его дневник не относится к тем дневникам, которые рассчитаны на опубликование. Бабель откровенно беседовал с собой. Вот почему, говоря о поэтичности Бабеля, я начну с записей в дневнике. Вырубленные опушки, остатки войны, проволока, окопы, величественные зеленые дубы, грабы, многососны, верба, величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги, ясень. Баратин, крепкое солнечное село, хмель, смеющаяся дочка, молчаливый богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота. Великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть Мурильо, святые упитанные иезуиты, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента. Вспоминаю разломанные рамы, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья. Графский, старинный польский дом, наверное, более ста лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, маленькие комнаты для дворецких, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль стейнвэй, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие дубовые двери, французские письма 1820 года. О своем отношении к искусству Бабель рассказал в новелле «Ди Грассо». В Одессу приезжает актер из Фицилии. Он играет условно, может быть, чрезмерно, но сила искусства такова, что злые становятся добрыми. Жена Барышника, выходя из театра, упрекает пристыженного мужа «Босяк, теперь ты видишь, что такое любовь?» Я помню появление Конармии. Все были потрясены силой фантазии, говорили даже о фантастике. А между тем Бабель описал то, что видел. Об этом свидетельствует тетрадка, побывавшая в походе и пережившая автора. Вот рассказ начальник конзапаса. На огненном Англо-Арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса, краснорожий, седоусый в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар. Далее Дьяков говорит крестьянину, что за коня он получит 15 тысяч, а если бы конь был повеселее, то 20. Ежели конь упал и подымается, то это конь. Ежели он обратно сказать не подымается, тогда это не конь. А вот запись в дневнике 13 июля 1920 года. Начальник конского запаса Дьяков, феерическая картина, красные штаны с серебряными лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, короткие седые усы, 45 лет, был атлетом о лошадях. 16 июля приезжает Дьяков, разговор короток, за такую-то лошадь можешь получить 15 тысяч, за такую-то 20 тысяч, ежели поднимется, значит, это лошадь. Рассказ Гедали, в нем автор встречает старого еврея-старьевщика, который печально излагает свою философию. «На поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он контрреволюция. Вы стреляете, потому что вы революция, а революция это же удовольствие, и удовольствие не любит в доме сирот, хорошие дела делает хороший человек, и я хочу интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории». Лавка Гедаля описана так. «Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий Винчестер с выгравированной датой 1810-й и сломанную кастрюлю». Запись в дневнике 3 июля 1920-го года. «Маленький еврей-философ, невообразимая лавка, Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия все говорят, что они воюют за правду и все грабят». «В дневнике есть и прищепа, и городок Берестечка, и найденное там французское письмо, и убийство пленных, и пешка в боях за Лошнев, и речь Камдива во втором конгрессе Коминтерна, и бешеный халуй Левка, и дом Ксенза Тузенкевича и много других персонажей, эпизодов, картин, перешедших потом в Канармию. Но рассказы не похожи на дневник. В тетрадке Бабель описывал все, как было. Это опись событий, наступление, отступление, разоренные, перепуганные жители городове сел, переходящих из рук в руки, расстрелы, вытоптанные поля, жестокость войны. Бабель в дневнике спрашивал себя, почему у меня непроходящая тоска? И отвечал, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде. А книга не такова. В ней, несмотря на ужасы войны, на свирепый климат тех лет, вера в революцию и вера в человека. Правда, некоторые говорили, что Бабель оклеветал красных кавалеристов. Горький заступился за канармию и написал, что Бабель украсил казаков первой конной лучше, правдивее, чем гоголь запорожцев. Слово «украсить», вырванное мной из текста, да и сравнение с Тарасом Бульбой, могут сбить с толку. Притом язык канармии цветист и гиперболичен. Еще в 1915 году, едва приступив к работе писателя, Бабель говорил, что ищет в литературе солнца, полных красок, восхищался украинскими рассказами Гоголя и жалел, что Петербург победил Полтавщину, Акаки Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер грецка. Бабель, 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 но не украсил героев канармии. Он раскрыл их внутренний мир. Он оставил в стороне не только будней армии, но и многие поступки, доводившие его в свое время до отчаяния. Он как бы осветил прожектором один час, одну минуту, когда человек раскрывается. Именно поэтому я всегда считал Исаака Эммануиловича поэтом. Конармия пришлась по душе самым различным писателям Горькому и Томасу Манну, Барбюсу и Мартен Дюгару, Маяковскому и Есенину, Андрею Белому и Фурманову, Ромэну Ролану и Брехту. В 1930 году «Новый мир» напечатал ряд писем зарубежных писателей, главным образом немецких, ответы на анкету о советской литературе. В большинстве писем на первом месте стояло имя Бабеля. А Исаак Эммануилович критиковал себя со взыскательностью большого художника. Он часто говорил мне, что писал чересчур цветисто, ищет простоты, хочет освободиться от нагромождения образов. Как-то в начале 30-х годов он признался, что Гоголь Шинели теперь ему ближе, чем Гоголь ранних рассказов. Он полюбил Чехова. Это были годы, когда он писал Гюиде Мопассана, суд, Деграссо, нефть. Работал он медленно, мучительно, всегда был недоволен собой. При первом знакомстве он сказал мне, человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной, есть в жаркий день мороженое. Я как-то пришел к нему, он сидел голый, был очень жаркий день, он не ел мороженого, он писал. Приехав в Париж, он и там работал с утра до ночи. Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света Божьего не вижу, а в свете этом Париж не Кременчук. Потом он поселился в деревне неподалеку от Москвы, снял комнату в избе, сидел и писал. Повсюду он находил для работы никому неведомые норы. Этот на редкость живиальный человек трудился, как монах-отшельник. Когда в конце 1932-го, в начале 1933-го года я писал «День второй», Бабель чуть ли не каждый день приходил ко мне. Я читал ему написанные главы, он одобрял или возражал, моя книга его заинтересовала, а другом он был верным. Он любил прятаться, не говорил, куда идет. Его дни напоминали ходы крота. В 1936-м году я писал о Бесаке Эммануиловиче. Его собственная судьба похожа на одну из написанных им книг. Он сам не может ее распутать. Как-то он шел ко мне, его маленькая дочка спросила «Куда ты идешь?» Ему пришлось ответить. Тогда он передумал и не пошел ко мне. Осьминог, спасаясь, выпускает чернила. Его все же ловят и едят любимые блюда испанцев осьминог в своих чернилах. Я написал это в Париже в самом начале 1936-го года, и мне страшно переписывать теперь эти строки. Мог ли я себе представить, как они будут звучать несколько лет спустя? По совету Горького, Бабель не печатал своих произведений в течение семи лет, с 1916-го по 1923-й. Потом одна за другой появились Конармия, Одесские рассказы, История моей голубятни, пьеса Закат. И снова Бабель почти замолк, редко публикуя маленькие, правда, замечательные рассказы. Одной из излюбленных тем критиков стало молчание Бабеля. На первом съезде советских писателей я выступил против такого рода нападок и сказал, что слониха вынашивает детей дольше, чем крольчиха. С крольчихой я сравнил себя со слонихой Бабеля. Писатели смеялись, а Исаак Эммануилович в своей речи подтрунивая над собой сказал, что он преуспевает в новом жанре молчании. Ему, однако, было не весело. С каждым днем он становился все требовательнее к себе. Третий раз принялся переписывать сочиненные мной рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка, четвертая. В одном письме он признавался «Главная беда моей жизни отвратительная работоспособность». Я не кривил душой, говоря о крольчихе и слонихе. Я высоко ценил талант Бабеля и знал его взыскательность к себе. Я гордился его дружбой. Хотя он был на три года моложе меня, я часто обращался к нему за советом и, шутя, называл его «мудрым рэбэ». Я всего два раза разговаривал с Горьким о литературе, и оба раза он с нежностью, с доверием говорил о работе Бабеля. Тон похвалил меня. Я радовался, что Ромэн Ролан в письме о дне втором восторженно отозвался о конармии. Я любил Исаака Эммануиловича, любил и люблю книги Бабеля. Еще о человеке. Бабель не только внешностью мало напоминал писателя, он и жил иначе. Не было у него ни мебели из красного дерева, ни книжных шкафов, ни секретаря. Он обходился даже без письменного стола, писал кухонном столе, а в Маладенове, где он снимал комнату в домике деревенского сапожника Ивана Карповича, на верстаке. Первая жена Бабеля Евгения Борисовна выросла в буржуазной семье. Ей нелегко было привыкнуть к причудам Исаака Эммануиловича. Он, например, приводил в комнату, где они жили, бывших однополчан, и объявлял «Женя, они будут ночевать у нас». Он помогал ему в этом и такт художника и культура. Я видел, как он разговаривал с парижскими снобами, ставя их на место, с русскими крестьянами, с Генрихом Манном или с Барбюсом. В 1935 году в Париже собрался Конгресс писателей в защиту культуры. Приехала советская делегация, среди нее не оказалось Бабеля. Французские писатели, инициаторы Конгресса обратились в наше посольство с просьбой включить автора Конармии и Пастернака в состав советской делегации. Бабель приехал с опозданием, кажется, на второй или на третий день. Он должен был сразу выступить. Усмехаясь, он успокоил меня. «Что-нибудь скажу». Вот как я описал в известиях выступления Исаака Эммануиловича. Бабель не читал свои речи. Он говорил по-французски, весело и мастерски. В течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры. У этого колхозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден, но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи. Много раз он говорил мне, что главное это счастье людей. Любил животных, особенно лошадей, писал о своем боевом друге Хлебникове, нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони. Жизнь для него оказалась немайской лужайкой. Однако до конца он сохранил верность идеалам справедливости, интернационализма, человечности. Революцию он понял и принял как залог будущего счастья. Один из лучших рассказов тридцатых годов Карл Янкель кончается словами «Я вырос на этих улицах. Теперь наступил черед Карла Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него. Мало кому было дело до меня». «Не может быть», шептал я себе, «чтобы ты не был счастлив, Карл Янкель, не может быть, чтобы ты не был счастливее меня». А Бабель был одним из тех, кто оплатил своей борьбой, своими мечтами, своими книгами, а потом и своей смертью счастье будущих поколений. В конце 1937 года я приехал из Испании прямо из-под Теруэля в Москву. Когда я дойду до рассказа о тех днях, читатель поймет, как мне было важно повидать сразу Бабеля. Мудрого Рэба я нашел печальным, но его не покидали ни мужество, ни юмор, ни дар рассказчика. Он мне рассказал однажды, как был на фабрике, где изъятые книги шли на изготовление бумаги. Это была очень смешная и очень страшная история. В другой раз он рассказал мне о детдомах, куда попадают сироты живых родителей. Невыразимо грустным было наше расставание в мае 1938 года. Бабель всегда с нежностью говорил о родной Одессе. После смерти Багрицкого в 1936 году Исаак Эммануилович писал «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города. Согласились мы с ним. Пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на ближних мельницах, сочинять там истории, стариться». Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце у моря, на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом. Желания наши не осуществились. Багрицкий умер в 38 лет, не сделав и малой части того, что мог. В государстве нашим основан ВИЭМ, Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы эти бессмысленные преступления природы не повторялись больше. Природу мы порой в сердцах называем слепой. Бывает слепыми и люди. Незадолго до ареста он писал своей приятельнице, которая сняла для него домик в Одессе. Сей числящийся за мной флигелек очень поднял мой дух. Достоевский говорил когда-то, всякий человек должен иметь место, куда бы он мог уйти. И от сознания, что такое место у меня появилось, я чувствую себя много увереннее на этой, как известно, вращающейся земле. Бабеля арестовали весной 1939 года. Узнал я об этом с опозданием, был во Франции. Шли мобилизованные, дамы гуляли с противогазами, окна оклеивали бумажками, а я думал о том, что потерял человека, который помогал мне шагать не по майскому лугу, а по очень трудной дороге жизни. нас роднило понимание долга писателя, восприятие века. Мы хотели, чтобы в новом мире нашлось место и для некоторых очень старых вещей, для любви, для красоты, для искусства. В конце 1954 года, может быть, в тот самый час, когда человек со смешным именем Карла Янкеля и его сверстники Иваны, Петры, Николы, Аванесы, Абдуллы веселой ватагой выходили из университетских аудиторий, прокурор сообщил мне о посмертной реабилитации Исаака Эммануиловича. Вспоминая рассказ Бабеля, я смутно подумал, не может быть, чтобы они не были счастливее нас. Одна читательница говорила мне, что ей трудно было читать Бурю. Только-только Валя декламирует Гамлета, и уже какая-то гильда в немецком городке заводит шашни с итальянцем, потом Сергею Днепра, потом Микки поет партизанскую песенку в горах Лимузина. Все путается. Возможно, это читательница права. Роман парк, и даже густые заросли в нем обдуманы, а жизнь лес, и в книге о прожитых годах невозможно соблюсти стройность повествования. Я писал о проточном переулке и сразу перехожу к Пенмарку во французском округе Финистер. Между Москвой и Пенмарком я побывал в Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Ростове, Тбилиси, Батуми, Стамбуле, Афинах, Марселе, Париже, Берлине. Все это я сейчас опускаю. Ничего не поделаешь, с 17 лет я начал бродяжничать, годы и годы ночевал в случайных номерах замызганных гостиниц, часто менял адреса, трясся в зеленых прокопченных вагонах, отдыхал на палубах, спал в самолетах, сотни километров исходил пешком, причем никогда не чувствовал себя туристом. Да и не затем колесил по миру, чтобы набрать материал для очередной книги. Я ездил по доброй воле, ездил и потому, что посылали, с деньгами и без денег. Сначала мелькали верстовые столбы, потом сугробы облаков. Я быстро изнашивал ботинки, покупал не шкафы, а чемоданы. Так вот сложилась моя жизнь. Наверное, это свойство натуры. Есть домоседы, есть и вечные жиды. Здесь нечем гордиться и не в чем оправдываться. В Пенмарке я был в 1927 году и пишу о нем не потому, что мне хочется показать угрюмую красоту скал из хлестаных океаном или своеобразие древней бретонской скульптуры. Право же, Акрополь совершенней, а океан тем и хорош, что не поддается описанию. Но я обещал рассказать про свой путь, а жизнь складывается не только из исторических событий, порой незначительные происшествия, деталь быта, случайная встреча, врезается в память и многое предопределяет. Пенмарк небольшой городок на одном из западных мысов Европы. Его жители занимаются рыбным промыслом, ловят сардину. Женщины работают на консервных фабриках. Пенмарк пропах рыбой, ею пахнут люди, одежда, кровати, подушки. Когда я впервые увидал этот городок, меня поразило беспокойство и природы, и людей. Нигде я не слышал такого яростного моря. Оно стучалось в каменные ворота земли, ветер сбивал с ног, и ни одно дерево не смягчало картины. Камни, камни, а между ними белые кубики консервных фабрик. На площади стояли рыбаки в красных брезентовых костюмах. По рту торчали голые мачты, похожие на лес зимой. Женщины были одеты в длинные черные платья, высокие белые чепчики походили на митры. Их можно было увидеть издали, как маленькие маяки. Ворота фабрик были заперты. Уже не первый день рыбаки бастовали. Их требования могли удивить человека, незнакомого словом сардины. Они хотели, чтобы фабриканты брали весь улов, хотя бы по низкой цене. Сардину ловят только в летние месяцы, когда она стаями подымается в верхние слои воды, идет недалеко от берега. Рыбаки должны летом накопить деньги на зиму. Фабриканты консервов были объединены в союз и не хотели пойти на соглашение с рыбаками. Говорили, что фабрики недостаточно оборудованы. На самом деле они боялись, что цены на консервы могут упасть. Забастовку рыбаки проиграли. У них не было денег про черный день. Все дни были черными. Я присматривался к жизни людей. Она была трудной. Крупная рыба часто рвала тонкие голубые сети, хотя французские сардины считались лучшими в мире и составляли предмет экспорта, фабрики были действительно плохо оборудованы, труд оплачивался низко. Приезжавшие в Британь художники любили писать женщин пенмарка. Их привлекали старинные одежды, чипцы, красота лиц, а руки у работницы были красные, разъеденные солью. Один парусник пришел в порт с хорошим уловом. Мокрые, продрогшие люди радовались. Сардины, однако, отказались взять. Напрасно рыбаки уговаривали, настаивали, ругались. В другом порту Одерне была фабрика, не входившая в объединение предпринимателей. Рыбаки решили попытать счастье, хотя ветер крепчал, начинался шторм. Оставшиеся на берегу угрюмы говорили, а что им делать? У них большие семьи. Есть размышления о мыслящем тростнике. Есть фантастика Вилье де Лиль Адана. Есть бретонские пейзажи Гогена. Но есть и другое — голодные дети. Одна из трагедий нашей эпохи в этом противоречии между взлетом человеческого гения и древней звериной нуждой. Женщины, стоявшие на берегу, видели, как высокая волна опрокинула лодку. Поднялась человеческая буря. Люди колотились в запертые ворота фабрики. Хозяев не было. Вероятно, они отдыхали на курорте. Перепуганные управляющие кинулись к телефонам, умоляли прислать отряд жандармов. С маяка пошла моторная лодка и тонувших удалось спасти. Все сразу притихло. Наутро парусники вышли в море, женщины аккуратно отрезали сардином головы или укладывали рыбу в жестянки. Ничего таким образом не произошло. Почему же мне это запомнилось? О том, что сытый голодного не разумеет, я знал и раньше, не только из книг, по своему опыту, да и жизнь рыбаков Пенмарка не могла меня удивить. Я давно пригляделся к человеческой бедности. Потрясло меня рэбаке Пенмарка ежедневно вступали в поединок с океаном. На кладбище я видел немало крестов над пустыми могилами, к ним приходили вдовы погибших в море. Борьба человека с природой всегда приподымает и, кажется, нет мифа прекрасней, чем миф о Прометее. Незадолго до моего приезда в Пенмарк молодой американский летчик Линдберг первым перелетел через Атлантический океан, и я видел в рыбацких домах его портреты, вырезанные из газет. В детстве я увлекался книжкой о фраме Нансена, и потом в течение моей жизни пережил событие, большее или меньшее, потрясавшее воображение всех. Блерио перелетел через Ла-Манш, русские моряки спасали жителей Мессины во время землетрясения. Кальмет нашел антитуберкулезную прививку. Ледокол Красин спас полярную экспедицию Нобеля. Погиб Амундсен. Челюскинцы удержались на льдине. Советские летчики прилетели в Америку через Северный полюс. Флеминг открыл пенициллин. Англичане взобрались на верхушку Эвереста. Норвежцы на плоту доплыли до Полинезии. Советский спутник закружился вокруг земли, и, наконец, мир восхищенный замер, впервые человек Юрий Гагарин заглянул в космос. Рядом с этими событиями, потрясающими воображение, обыкновенные люди днем и ночью борются против слепой природы, рыбаки и врачи, горняки и летчики гражданского флота. В 1929 году я увидел в Швеции слепого инженера-физика Даллина. Он работал над освещением маяков и ослеп при одном из испытаний, отдал свои глаза для того, чтобы другие видели, капитаны судов, лоцманы, рыбаки. А в Пенмарке я увидел другое. Есть подвиги и есть барыши. Вот что невыносимо. Есть люди, готовые послать на смерть не только трех бретонских рыбаков, но и весь мыслящий тростник только для того, чтобы не упали цены на сардины, на нефть или на уран. Может быть, я отвлекся от повествования, но, как я сказал, ничего в Пенмарке не приключилось. Об инциденте была крохотная заметка в одной газете. Рыбаки продолжали закидывать сети, акционеры консервных фабрик, получали дивиденды. Передышка продолжалась. 1927 год не изобиловал мировыми событиями. Сэр Генри Деттердинг, который не мог простить Советскому Союзу национализацию нефтяных промыслов, добился разрыва дипломатических отношений между Великобританией и СССР. Американцы казнили Сакко и Ванцетти. В Париже шумная демонстрация протеста пыталась прорваться к американскому посольству. Андре Ситроэн торжественно объявил, что его заводы выпускают тысячу автомобилей в день. В Варшаве белый эмигрант застрелил советского посла Войкова. На экранах Парижа появился первый говорящий фильм, кажется, Дон Жуан. В Берлине состоялся митинг сторонников Гитлера. Хотя Германия переживала период благоденствия, ораторы говорили о жизненном пространстве на Востоке. В Москве раповцы повторяли необходимо сорвать маски со всех. К маскам они причисляли лица многих писателей. Впрочем, тогда все ограничивалось статьями. Зимой я снова поехал в Пенмарк с Моголин Надем, который мечтал сделать фильм о сардинах и о людях, бездушных дельцах. Он говорил, что у него на примете левый меценат. Рыбаки рассказывали нам о фабрикантах, о штормах, океан неистовствовал, рыбачки, укачивая детей, пели печальные песни. Мецената Моголин Надь не нашел и фильма не сделал. А я, вернувшись из Пенмарка, писал «Ужасен мир, где Каин и законодатель, и жандарм, и судья». В этом году исполнится десять лет со дня окончания мировой войны. Если ничего не изменится, через десять лет мы увидим новую войну, куда более ужасную. Не знаю, почему я назвал эту цифру, а ошибся я всего на полтора года. Среди рукописей Евгения Петрова сохранился план задуманной им книги «Мой друг Ильф». В пятой главе этого плана я нашел такие строки. «Красная армия. Единственный человек, который прислал мне письмо, был Ильф. Вообще, стиль того времени был такой. На все начихать, письма писать глупо, МХАТ бездарный театр, читайте Хулио Хуринита». Эренбург привез из Парижа отрывки из фильмов группы «Авангард», замедленная съемка. Париж уснул. Увлечение кинематографом. Кабинет доктора Каллигари. Две сиротки. Мэри Пикфорд, фильмы с погонями, немецкие фильмы, первые фокстроты. При этом жили очень бедно. Приведенные строки относятся, видимо, к 1926 году, когда я показывал в Москве отрывки из французских фильмов, которые мне дали «Абельганс», «Ренеклер», «Федер», «Эпштейн», «Ренуар», «Кирсанов». Я тогда еще не был знаком с Ильфом и Петровым, но, как они, увлекался кино, даже написал брошюру «Материализация фантастики». Немецкие фильмы, вроде «Доктора Каллигари», мне, однако, не нравились. Я восхищался Чаплином, Гриффитом, Эйзенштейном, Ренеклером. Год спустя мне пришлось ближе ознакомиться с материализацией фантастики, вернее сказать, с фантастикой материализации. В Германии переводы моих книг выпускало издательство «Малик Ферлок». Его создал мой друг, немецкий коммунист, прекрасный поэт Виланд Герцфельде. Он всегда приходил на выручку советским писателям, которые оказывались за границей без денег. В 1928 году Маяковский писал из Берлина «Вся надежда на Малик». И вот я получил письмо от Герцфельда. «Уфа хочет инсценировать любовь Жанны Ней. Фильм будет ставить один из лучших режиссеров Георг Папст». Папст был австрийцем. Его никогда не увлекало экспрессионистское нагромождение ужасов или, как мы тогда говорили, страсти-мордасть. Я знал его картину «Безрадостная улица» о разоре послевоенных лет. Она мне понравилась. Я обрадовался предложению «Уфы». Вскоре Папст попросил меня приехать в Берлин, где происходили съемки. Успех броненосца Потемкин заставил призадуматься многих кинопродюсеров. Публика охладела к зловещим гримасам различных докторов. Ковбои тоже успели надоесть. Русская революция манила своей экзотичностью. Сесиль Демиль спешно изготовил волжских бурлаков. Морис Лербье «Головокружение». Папст решил приправить интригу моего романа живописными сценами. Бой белогвардейцев с зелеными, заседание Совета рабочих депутатов, рев трибунал, подпольная типография. Знаю, что сценарии состряпаны кем-то наскоро изобилуют нелепостями. Немцы с присущим им педантизмом все же стремились к правдоподобности деталей, ходили в советское посольство и одновременно приглашали в качестве консультанта генерала Шкуро, выступавшего с трупой джигитов. В павильоне кинофабрики я увидел улицы Феодостии с аркадами, русскую замызганную гостиницу, манмартский кабак, кабинет модного французского адвоката, кресло великого князя, бутылки с водкой, статуи богоматери, нары, ночлежки и много иной бутафории. Москва находилась в 50 шагах от Парижа. Между ними торчал крымский холм. Белогвардейский притон был отделен от советского трибунала французским вагоном. Фильм был немым, это позволило папсту набрать разноязычных актеров. Жанн Нуней играла хорошенькая француженка Эдит Жиан, Андрея Швед Уна Генинг, злодея Халыбьева, немец Фриц Раст, Захаркевича, бывший актер Московского камерного театра Соколов. Из съемок мне запомнились три сцены. Прежде всего слезы Жанны. Актриса никак не могла натурально заплакать. Завели патефон с каким-то весьма печальным романсом. Отвернувшись, Эдит Жиан настраивалась на слезы. Может быть, вспоминала неудачную любовь, а может быть, думала о невыгодном ангажементе. Папст в кожаной куртке напоминал командира батареи. Он безжалостно браковал слезы Жанны. То недолет, то перелет. Наконец, он довел актрису до слез вполне натуральных и, удовлетворенный, вынул из кармана бутерброд с ветчиной. Она улыбнулась. Ах, это вы написали такую печальную историю. Я вас поздравляю. Конечно, я должен был в свою очередь ее поздравить с первосортными слезами, но растерялся и неопределенно хмыкнул. Вторая сцена связана с клопами. По замыслу папста клопы должны были ползти по стене, а Халыбьев их настигать и давить, причем клопов снимали крупным планом. Отдел заготовок Уфы доставил банку с чудесными клопами, однако насекомые оказались несообразительными. Они то поспешно покидали поле съемки, то замирали, очевидно, сжигаемые слишком ярким светом. Распу, который играл Халыбьева, никак не удавалось их раздавить. Помощник режиссера сказал мне, что клопы влетят Уфе в копейку. На них потратили четыре часа. Третья сцена кутеж белых офицеров. Папст пригласил на съемку бывших геникинцев. Они сберегли военную форму. Трудно сказать, на что они рассчитывали, на реставрацию или на киносъемки. Сверкали погоны, выселись лихие попахи, на рукавах красовались черепа батальонов смерти. Я вспомнил Крым 1920 года, и мне стало не по себе. Восемьдесят белогвардейцев кутили в ресторане в Феодосе. Здесь были балалайки, цыганские романсы, водка, а в углу полевой телефон. До меня доносились разговоры фигурантов. Давненько мы с вами не видались. Простите, в каком полку вы служили? Папст командовал, переведите, пусть веселятся, я хочу, чтобы они напились до бесчувствия. Понятно? Красавец-полковник должен был раздеть женщину. Она неожиданно заупрямилась. Папст кричал, переведите, нечего разводить истории, трусы ей оставят, пусть думает, что она на пляже. Белые получали по 15 марок за день и были довольны. В перерыве я слышал, как один поручик рассказывал, говорят, что Джан Зелин вербует русских, 200 долларов подъемных и на дорогу. Чтобы фигуранты лучше играли, и папст пообещал вызвать их снова. Через неделю они будут изображать красногвардейцев, одежду выдаст Уфа. Бедняги обрадовались. Это было куда реальнее, чем Китай. Не скрою, мне было нелегко глядеть на эти съемки. Я видел, как в парижских кабаре белые офицеры, развлекая, кутил, пели, танцевали, ругались, плакали. Видел в притонах Стамбула сотни русских проституток. И вот эти офицеры, убежденные, что спасли свою воинскую честь от позора, радуются, им обещали, что через неделю они будут изображать большевиков. Нет, лучше на такое не смотреть. Из актеров мне понравился Фридс Расп. Он выглядел доподлинным злодеем, и когда он укусил руку девки, а потом положил на укушенное место вместо пластыри доллар, я забыл, что передо мною актер. Вскоре Расп приехал в Париж. Папст снимал уличные сцены. Зарядили дожди, съемки откладывались, и Расп бродил со мной по Парижу, катался на ярмарочных каруселях, танцевал до упаду с веселыми модистками, мечтал на набережных сены. Мы быстро подружились. Он играл негодяев, но сердце у него было нежное, даже сентиментальное. Я его называл Жанной. Мы встречались и позднее, в Берлине, в Париже. Когда в Германии пришел к власти Гитлер, Расп было нелегко. Я снова увидел его после долгого перерыва в 1945 году в Берлине. Он рассказал, что жил в военные годы в восточном предместе. Там засели эсэсовцы, стреляли в советских солдат из окон. Я уже говорил, что Расп похож на классического убийцу, когда наши части взяли квартал, Распа спасли мои книги с надписями и фотографии, где мы были сняты вместе. Советский майор жал ему руку, принес сласть его детям. Вернусь к 1927 году. Я попробовал было возражать против сценария, но Папст ответил, что я, не понимая специфики кино, нужно считаться с дирекцией, с прокатчиками, с публикой. Неожиданно в фантастику сценария вмешался вполне реалистический эпизод. Уфа оказалась накануне банкротства. Дефицит достиг 50 миллионов марок. Из-за кулис появился господин Гугенберг, новый король Германии, которому принадлежали сотни газет. Он ненавидел Штреземана, либерализм и голубок мира, предпочитал им кривого прусского орла. Новая дирекция предложила Папсту изменить сценарий. Папст пытался возражать, но с директором Уфа было куда труднее сговориться, чем с белыми фигурантами. У меня есть друг, американский кинорежиссер Майлстоун, который в начале 30-х годов поставил фильм по роману Ремарко «На западе без перемен». Он рассказывал мне, что во время съемок к нему пришел кинопродюсер Лемле и сказал «Я хочу, чтобы конец фильма был счастливый». Майлстоун ответил «Хорошо, я сделаю счастливую развязку. Германия выигрывает войну». Лемле был бизнесменом и человеком без твердых убеждений, а Гугенберг стриг ежиком жесткие волосы и давал деньги на стальной шлем. Папсту пришлось уступить. Мне показали фильм. Хемингуэй молча глядел на киноинсценировку романа «Прощай оружие». Только когда на экране появились голуби, режиссер хотел показать, что война кончилась. Хемингуэй встал, сказал «Вот и птички» и вышел из просмотрового зала. Я был куда наивнее и не мог молча глядеть на экран. То злобно смеялся, то ругал всех Папста, Гугенберга, Герцфельда, самого себя. Я не хочу сейчас защищать интригу моего романа, написанного в 1923 году. В ней много натянутых положений. Я писал роман не только вдохновившись Диккенсом, но прямо ему подражая. Конечно, тогда я этого не понимал. А эпоха была другая. Нельзя писать о большевике, занимающемся подпольной работой в 1920 году, как о Диккенсовском герое, которого сажали в долговую тюрьму, где он пил портер и шутил с тюремщиками. Мой роман изобиловал сентиментализмом. Героя, большевика Андрея, занятого подпольной работой, обвинили в убийстве банкира Раймонда Нея. Андрей мог ответить, что провел ночь, когда было совершено преступление, с племянницей банкира Жанной, которую полюбил. Герой этого не сделал и погиб. Жанна, бывшая прежде заурядной девушкой, многое поняла. Для нее начиналась вторая жизнь, борьбы против мира лжи, денег, лицемерия. Она уехала в Москву. Так было написано в книге. На экране все выглядело иначе, от деталей до сути. В романе имелся, например, противный французский сыщик Гастон с провалившимся носом. На экране у сыщика орлиный нос и благородное сердце. Дело, однако, не в Гастоне. Папст придумал счастливую развязку. В романе влюбленные идут по Парижской улице мимо старой церкви. Жанна повела Андрея в церковь. Там было темно, а ей хотелось поцеловать Андрея. Это, пожалуй, одна из самых реалистических сцен романа, в котором, как я говорил, много несуразностей. На экране Жанна верующая католичка. Она ведет Андрея в церковь, чтобы помолиться Господу Богу. Большевик становится на колени, и Богоматерь спасает его от гибели. Они поженятся, и у них будут дети. Я протестовал, писал письма в редакцию. Гертсфельда напечатал мой протест в виде брошюры, но это никак не могло потревожить ни прокатчиков, ни дирекцию Уфы. Мне отвечали, фильм должен быть с хорошим концом. В 1926 году, когда я был в Тбилиси, в народном суде рассматривалось смешное дело. Одна девушка взяла у другой несколько книг и не вернула их. Судья спросил, почему вы не вернули книги? Потому что я их кинула в реку. Как же вы могли выкинуть чужие книги? Экспансивная девушка ответила, а как мог Эренбург написать Жанну Ней с ужасным концом? Я прочитала и так расстроилась, что бросила в куру все книги. Судья присудил ее к штрафу. Не знаю, чем он руководствовался, защитой собственности, уважением к книгам или признанием права писателя на трагическую развязку. Я понял, что такое фабрика снов, где серийно изготовляются фильмы, усыпляющие сознание, оглупляющие миллионы людей. В течение 1927 года зрители могли увидеть любовь на пляже, любовь в снегах, любовь в Бетти Петерсон, любовь и кража, любовь и смерть, любовь правит жизнью, любовь изобретательна, любовь слепа, любовь актрисы, любовь индуски, любовь мистерия, любовь подростка, любовь бандита, кровавая любовь, любовь на перекрестке, любовь из золота, любовь запросто, любовь палача, любовь играет, любовь Распутина. Зрителям показали еще один вариант «Любовь Жанны Ней». Я писал, «В моей книге жизнь устроена плохо, следовательно, ее нужно изменить. В фильме жизнь устроена хорошо, следовательно, можно идти спать». Я усмехаюсь, вспоминая гневные тирады неопытного автора. Все давно ушло в прошлое, и любовь Жанны Нейх, и консорциум Гугенберга одно, впрочем, живо. Страх перед трагическими развязками. Говорят, что счастливые концы связаны с оптимизмом. По-моему, они связаны с хорошим пищеварением, со спокойным сном, но не с философскими воззрениями. Мы прожили жизнь, которую нельзя назвать иначе, как трагедийной. Понятно, когда люди, желающие усыпить миллионы своих граждан, требуют от писателя или кинорежиссера счастливой развязки. Труднее понять такие требования, когда они исходят от сторонников великого исторического поворота. Можно терзаться, быть печальными, сохранять оптимизм. Можно быть и развеселым циником. В книге о моей жизни, о людях, которых я встретил, много грустных, подчас трагических развязок. Это не болезненная фантазия любителя черной литературы, а минимальная порядочность свидетеля. Можно перекроить фильм, можно уговорить писателя переделать роман. А эпоху не перекрасишь. Она была большой, но не розовой. Мы сняли мастерскую на бульваре Сен-Марсель. Это была надстройка над старым домом, разумеется, сизопепельным. Домовладелец, желая дороже сдать мастерскую, провел в дом электричество. Съемщикам квартир предложили бесплатно установить электрическое освещение. Почти все отказались. Не хотели, чтобы в двери стучался контролер, проверяющий счетчик. Конечно, еще неприятнее контролера была непрошенная гостья история. И парижане радовались, что она убралась во свояси. Правда, прочитав в газете, что Бриан и американец Келлог подписали пакт, запрещающий навеки войны, они по привычке усмехнулись. Все-таки они были французами. Но в душе они твердо верили, что пока они живут, никакой войны не будет. Дважды в жизни такое не приключается. Карикатуристы занялись новым премьером Тардье. Его легко было рисовать, он всегда держал в зубах длинущий мунштук. Морис Шевалье пел свои песенки. Газеты несколько месяцев подряд описывали, как ювелир Нестерина убил Маклера, а потом сжег его труп. Сюрреалист Бенюэль показал забавный фильм. На двуспальной кровати вместо любовницы нежилась солидная корова. Когда в парламенте обсуждали закон о ввозе нефти, один депутат саркастически сказал, прежде при любом скандале говорили ищите женщину, теперь мы вправе сказать ищите нефть. Другой депутат прервал его. Не сравнивайте нефть с женщиной. Женщина божество. Третий при общем смехе добавил, к тому же женщина не воспламеняется. В очень старом фильме Рене Клера «Париж уснул» применен забавный прием. Кино превращается в набор моментальных фотографий, комических с трагическим подтекстом. Приподнятые ноги, раскрытые рты, заломленные руки. Таким уснувшим мне вспоминается Париж конца 20-х годов. Для меня это были тягучие длинные годы. С деньгами было туго, приходилось жить наобум, не зная, что будет завтра. Вдруг прислали деньги из издательства «Земля и фабрика». Вдруг датская газета «Политикен» не ходил в лохмотьях. Люба много работала. Друг Модильяне из Дборовской устроил выставку ее гуашей. Маккорлан написал предисловие к каталогу. Ирина училась, начала говорить по-французски как парижанка, картавила. Приходя из школы в жаркий день, пила не воду, а белое вино. Как-то я ее увидел на террасе кафе «Капулят» с девчонками-мальчишками. Они о чем-то горячо спорили. Я пошел дальше, подумал, вот и новое поколение в новой ротонде. Я стал очень неразборчиво писать, не мог расшифровать написанные накануне. Как-то, когда пришли нечаянные деньги, я купил пишущую машинку. Жил я в комнате над мастерской и там с утра до вечера стучал, писал о трибуне народа Гракхе Бабефе, о конвейере на заводах Ситроэна, о бурной жизни гомельского портного лазика Ройтш-Ванетса, изъездившего по неволе свет. Однажды я увидел Поле Валерии. Это было в ресторане у Бенсена, который на вид напоминал рабочую харчевню, но славился отменной кухней. Поле Валерии маленькими глоточками пил бордоское вино и нехотя одаривал собеседников печальными афоризмами. В нем была внешняя светскость, за которой скрывались горечь, замкнутость. Мне кажется, что он родился не вовремя. Талант у него был не меньше, чем у Маларне, но изменилась акустика. Судьба Валерии не напоминала судьбы проклятых поэтов. В 50 лет он получил шпагу академика и сан бессмертного, но не было вокруг него самозабвенных и бескорыстных последователей, которые когда-то окружали Маларне. Аполь Валерии в то время, о котором я говорю, считал, что эпоха благоприятствует искусству. Порядок неизменно тяготит человека. Беспорядок заставляет его мечтать о полиции или о смерти. Это два полюса, на которых человеку равно неуютно. Он ищет эпоху, где он чувствовал себя наиболее свободным и наиболее защищенным. Между порядком и беспорядком существует очаровательный час. Все то хорошее, что вытекает из организации прав и обязанностей, достигнуто. Можно наслаждаться первыми послаблениями системы. Это правильно. Плоды созревают в конце лета. Их тщетно искать зимой или ранней весной. Но Поль Валерий ошибался в календаре. Очаровательный час был позади в конце девятнадцатого в начале двадцатого века. Золотой сентябрь во Франции успел смениться ноябрьскими туманами. Поль Валерий дожил до Второй мировой войны и увидел, что можно оказаться и без свободы, и без порядка. А был он создан для долгого солнечного дня, для легкого треска цикад, для гармонии. Меня представили Андре Жиду. Он меня озадачил. Он походил на ипсеновского пастора, может быть, на старого китайского хирурга. Незадолго перед этим я прочитал его книги о поездке в Африку, где он возмущался колониализмом. Теперь это азбучные истины, а тогда я восхитился его смелостью. Я заговорил об Африке. Он почему-то перевел разговор на отвлеченную тему, объяснял, что красота связана с этическими принципами. Рядом сидел предмет его любви молодой спортсмен, кажется, немец или голландец, с туповатым лицом в коротких штанишках. Во Франции выходило много развлекательных, легковесных книг. Муруа ввел новый жанр, романизированные биографии знаменитых людей. Литераторы начали изготовлять такие книги на конвейере. Они сплетничали о любовных похождениях 80-летнего Гюго, рассказывали, что Вольтер спекулировал сахаром, а у Сент-Бёва была деспотическая мамаша. Франсуа Мариак, к которому в 1913 году меня направил Франсис Жамм, писал хорошие романы о нехорошей жизни. Он католик, но в его книгах куда больше жестокой правды, чем христианского сострадания. Жена, изменив нелюбимому мужу, попыталась его отравить. Он выжил и, боясь огласки, замуровал свою супругу в самодельную тюрьму, где ей предстоит сойти с ума. Многочисленная семья ждет, когда же отдаст Богу душу богач-адвокат, а он остальной живет наперекор всему, его вдохновляет в желании лишить своих наследников наследства. Разбирая роман Мариака, критик Эдмон Жалу писал «Наследство и завещание самые основные и самые традиционные черты французской жизни». Я часто думал, что старый мир с его мастерством, с библиотеками и музеями, как герой Мариака живет одним, не хочет ничего оставить своим наследникам. А прочитав статью в литгазете или встретившись с раповцами, я говорил себе, что есть люди, которые не хотят наследства, беспризорные, обреченные властью цензоров и прокуроров. Дюамель и Дюртен, побывав в Москве, написали о своей поездке книги умные, миролюбивые, даже, как теперь говорят, прогрессивные. Я бывал иногда у Дюртена. Он говорил о нашей стране приветливо, чуть снисходительно, пытаясь оправдать все, что ему не понравилось, не только особенностями русской истории, но и загадочностью славянской души. В Париж приехала из Ленинграда форш. Как-то мы обедали втроем, Ольга Дмитриевна, Дюамель, я. Дюамель дружески нам объяснял, что в итоге все образуется, советская Россия остепенившись станет полуевропейским государством, следует только переводить побольше французских книг. Почему-то он вспомнил версты в старых русских романах и сказал, что французская революция дала миру метрическую систему, хорошо, что теперь и русские ее приняли. Когда Дюамель ушел, мы рассмеялись. Нам нравились его книги, а рассмешила наивность. Видимо, он убежден, что своим сантиметром сможет измерить наши дороги. В редакции журнала Монт я встречал Барбюса. Он написал тогда книгу о Христе. На него накинулись друзья, идеализм, мистика, а для правых он оставался неисправимым коммунистом. Он часто болел, говорил порывисто, глухо, тонкими руками аристократа, что-то рисовал в воздухе. Помню ужин, устроенный пен-клубом в честь иностранных писателей. Председательствовал Жюль Ромен. В своей речи он постарался каждому из гостей сказать что-либо приятное. Меня он назвал полупарижанином, а Бабелю сказал, вас можно поздравить с переводом вашей книги на французский язык. Он отнюдь не хотел показаться высокомерным, просто он думал, что на дворе стоит век Людовика XIV Ришелье и Корнеля. В 1946 году я возвращался из Америки на пароходе Иль-де-Франс. На палубе можно было встретить беженцев из различных стран Европы, которые после долгих лет, проведенных в эмиграции, возвращались на родину. Среди них я увидел и Жюля Ромена. Ужин пен-клуба я вспоминаю с благодарностью. Там я познакомился с Джойсом и с итальянским писателем Итало Свево. Они были давними друзьями. Джойс много лет прожил в Триесте, а Итало Свево, его настоящее имя Этторе Шмидс, был триестинцем. За столом они сидели рядом, оживленно беседовали. Джойс был уже знаменит, его Улис казался многим новой формой романа. Его сравнивали с Пикассо. Меня удивила его простота. Французские писатели, достигшие славы, держались иначе. Джойс шутил, чуть ли не сразу рассказал мне, как, приехав юношей впервые в Париж, он пошел в ресторан. Когда подали счет, у него не оказалось чем заплатить. Он сказал официанту, я вам оставлю расписку, в Дублине меня знают. А тот ответил, да я тебя знаю, и вовсе ты не издублен, и ты уже четвертый раз жрешь здесь за счет прусской принцессы. Он по-детски смеялся. Это был человек не менее своеобразный, чем его книги. Он плохо видел, страдал болезнью глаз, но говорил, что хорошо запоминает голоса. Любил выпить, страдал тем недугом, который издавна знаком русским писателем, работал иступленно, и, кажется, ничем в жизни не увлекался, кроме своей работы. Мне рассказали, что, когда началась Вторая мировая война, он в ужасе воскликнул, а как же я теперь допишу мою книгу? Жена относилась к его занятиям с иронией, не прочитала ни одной из его книг. Он покинул Ирландию в ранней молодости, не хотел возвращаться на родину, жил в Триесте, в Цюрихе, в Париже и умер в Цюрихе, но о чем бы ни писал, всегда ощущал себя в Дублине. Мне он представлялся честным, фанатичным в своей работе, гениальным и вместе с тем ограниченным, перемудрыми ирландским Андреем Белым, но без ощущения истории, без мессии и миссии, необычайным насмешником, которого принимали за пророка, с вифтом по отпущенному ему дару, только с вифтом в пустыне, где нет даже лилипутов. Италос Вэво, в отличие от Джойса, был мало кому известен. Редкие французы оценили его роман Цено. Он был на 20 лет старше Джойса, и я с ним познакомился за год до его смерти. С Вэво часто называли дилетантом. Он был промышленником, за всю свою жизнь написал всего несколько книг. Но роль его в разрушении старых форм романа бесспорна. Его имя нужно поставить рядом с Дженсом, Марселем Прустом, Джойсом, Андреем Белым. Он много говорил мне о влиянии, которое оказал на него русский роман 19 века. Джойс исходил в романах от своего душевного опыта и от музыкальной стихии. Людей не знал, да и не хотел знать. Свеба мне рассказывал, что Стефан Дедалл, герой романа Улисс, должен был называться Телемахом. Джойс любил имена символы, а Телемах по-гречески означает «далекий от борьбы». Итало Свеба наоборот, искал вдохновение в жизни, пополнял наблюдения своими собственными переживаниями, но никогда их не суживал до своего «я». Иногда я встречал Шарля Вильдрака, доброго и неизменно огорченного то событиями, то отсутствием событий. Жан-Ришар Блок спрашивал себя и других, как ему примирить Ницше с Толстым, а русскую революцию с Ганди. Я познакомился с молодыми писателями Рагоном, Десносом, Мальро, Шамсоном, Кассу. О некоторых из них я расскажу впоследствии, а тогда я их недостаточно знал и, главное, плохо понимал. Сюр-реалисты еще не могли расстаться с толкованием снов, с пророчествами, с культом подсознательного. Они устраивали шумные вечера, выступали с ультра-революционными манифестами, срывали чествования. Все это напоминало наших ранних футуристов. Потом я подружился с некоторыми французскими писателями, а в те годы мне трудно было с ними разговаривать, не было общего языка. Многие из них мечтали о буре, но буря для них была отвлеченным понятием. Для одних апокалипсическим светопредставлением, для других театральной постановкой. А меня мутило на твердой земле, так иногда бывает после сильной качки. Андре Жиду было тогда под шестьдесят, Андре Мальро около тридцати, но оба казались мне то подростками, еще не хлебнувшими горе, то стариками, отравленными не спиртом или никотином, а книжной мудростью. В маленькой уютной квартире Андре Шамсона мы беседовали о новых романах, о чувстве города или о влиянии кино на литературу. Все писатели, с которыми я встречался, восхищались русской революцией, восхищались как далеким необычайным явлением природы. Мне вспомнился забавный эпизод. Богатый литератор, один из владельцев леонского кредита, Андре Жермен, любил устраивать у себя приемы. Был он педерастом, и это кажется единственное, чему он в жизни не изменил. В конце двадцатых годов он слыл большевизаном. Задыхаясь он прибежал к Любе, сисюкал, я вас умоляю, приведите ко мне ваших пролетарских поэтов, я устрою чай. Ах, они так прекрасны. В Париже тогда гостили Уткин, Жаров и Безыменский. Пять лет спустя Андре Жермен писал, самая характерная черта нацистов это идеализм. Геббельс прекрасен странной красотой, у него лицо аскета и одержимого, он вдохновлен своими идеями. Андре Жермен конечно карикатура. Что касается настоящих писателей, то восторгаясь с конармией, они удивленно разглядывали Бабеля. Этот красный казак превосходно говорил по-французски, умен, но в искусстве ретроград, любит например Мопассана. Приехал Эйзенштейн, я был в Сарбонне на его вечере. Должны были показать броненосец Потемкин, но префект показ картины запретил, и Эйзенштейн на безупречном французском языке в течение двух или трех часов беседовал обо всем, зло шутил, потряс зал своей эрудицией. В Париже выходила ежедневная газета комедии. В ней было мало политических новостей, полосы отводились театру, книгам, выставкам. Однако политика сказывалась в рассуждениях о пьесах или о романах. Однажды я прочитал в этой газете раздраженное статью о моей книге «Заговор равных», вышедший во французском переводе. Критик заканчивал статью словами «Было бы лучше, если бы госпожа Илья Оренбург вместо того, чтобы заниматься французской революцией, дала нам рецепт для приготовления русского борща». Имя Илья сбило критика с толку. Он принял его за женское. Конечно, не поэтому его рассердила моя книга, не зная, кто я, он хорошо знал, кем был Бабеф. Я решил послать в газету шутливое опровержение. Указал, что я не дама, а кавалер, но все же могу дать критику гурману рецепт, который его интересует. Правда, я не знал, как готовить борщ, но меня выручила Эльза Юрьевна Триоле. Критик не растерялся, моего письма он не опубликовал, а в примечании к очередной статье сообщил читателям, что Илья Эренбург оказался мужчиной, большевики перепутали все, вплоть до мужского и женского пола. А в гастрономической рубрике редакция опубликовала рецепт для приготовления борща с примечанием, любезно предоставленным господином Ильей Эренбургом. Я, кажется, слишком часто рассказываю, как критики меня сердили, вот я и припомнил, как порой они меня развлекали. По вечерам мы шли на Мон Парнас. Ротонду оккупировали американские туристы. Мы сидели в доме или в куполе. Приходили туда некоторые старые художники Дрен, Вламенг. Они были когда-то дикими, сокрушали классическое искусство, но к концу двадцатых годов успели поуспокоиться. Нам они казались большими старыми деревьями, переставшими плодоносить. Я подружился с американским скульптором, кальдером, огромным веселым парнем. Он был большим затейником, работал над жестью, над проволокой. Он сделал из проволоки портрет моего любимца шотландского терьера Бузу. Иногда видел Шагала. Он писал теперь не витебских евреев, летающих над крышами, а голых красавиц верхом на петухах, с эйфелевой башней или без. Норвежец Пергрок молча курил трубку. Паскин, окруженный яркими, крикливыми женщинами, пил виски и что-то рисовал на клочках бумаги. Подсаживались к нашему столику молодые художники. Я слышал разговоры о фактуре, о том, что небо на пейзаже чересчур тяжелое, что левый угол не дописан. Приходил в кафе дом петербургский искусствовед и режиссер Микла Шепский. Он написал книгу «Гипертрофия и искусство». Я частенько вспоминал эти слова. Искусство меня окружало со всех сторон, и хотя оно было, да и остается самой большой страстью моей жизни, я порой холодел. Мне казалось, что я в паноптикуме и вокруг фигуры из воска. Не знаю, в моей ли это натуре или присуще всем, но в Париже и в Москве я ко многому по-разному относился. В Москве я думал о праве человека на сложную душевную жизнь, о том, что искусство нельзя подогнать под одну колодку. А в Париже конца 20-х годов я задыхался. Уж слишком много было словесных усложнений, нарочитых трагедий, программной обособленности. Поль Валерий прав. Полюсы не похожи ни на Парнас, ни на Геликон, ни на обыкновенный холмик умеренной зоны. Но мне мерещились другие полюсы, нежели полю Валерий. Свобода без справедливости или справедливость без свободы. Журнал парижских эстетов Коммерс или на литературном посту. Несколько лет спустя Жан Ришар Блок, выступая на антифашистском конгрессе писателей, говорил о подлинной и иллюзорной свободе художника. Подлинная свобода в уважении обществом его своеобразие, его индивидуальности, его творчество. Иллюзорная в тщетном стремлении жить вне общества. В прошлом столетии люди знали полярное сияние. Русские поэты издавали полярную звезду. Полюсы были обследованы в 20 веке. Березы, дубы, оливы, пальмы растут между Арктикой и Антарктикой. Это знает каждый. И каждому должно быть понятно, что можно долететь до полюса, можно через него перелететь, но жить на нем очень трудно. Я познакомился с поэтом Робером Десносом в 1927 году. А встречались часто мы позднее в 1929-1930 годах. Никогда он не был моим другом, но он меня привлекал страстностью и в то же время мягкостью, человечностью. Ничего в нем не было от профессионального литератора. Потом он не походил на французов, с которыми я встречался, старавшихся все усложнить или, как говорят во Франции, расщепить волос на четыре части. Еще царил культ герметической поэзии, когда Деснос заявил о необходимости понять и быть понятым. Деснос был одним из самых молодых и самых неистовых приверженцев раннего сюрреализма. Он сразу отозвался на догму автоматизма творчества, преклонения перед сновидениями. В шумном кафе он вдруг закрывал глаза и начинал вещать. Кто-нибудь из товарищей записывал. Ему было тогда 22 года, и я знаю об этом из рассказов других. А в 1929 году сюрреализм начал раскалываться, и как ни старался Андре Бретон, которого, шутя, называли папа из сюрреализма, сохранить единство группы, поэты разбрелись в разные стороны. Вопреки своему названию, сюрреализм был не взлетом, а хорошей стартовой площадкой, и, несмотря на шумливую наивность первых деклараций, дал таких поэтов, как Элюар и Арагон. В 1930 году Деснос заявил, сюрреализм, такой, каким его подносит Бретон, одна из главных опасностей для свободного мышления, коварная западня для атеизма, лучший подручный для возрождения католицизма и церковного духа. Что меня подкупало и в его стихах, и в нем самом? Отвечу словами Элюара. Из всех поэтов, которых я знал, Деснос был самым непосредственным, самым свободным. Он был поэтом, неразлучным, с вдохновением. Он мог говорить, как редко кто из поэтов может писать. Это был самый смелый изо всех. Я говорил, что мы иногда встречались. Несколько раз он приходил ко мне на бульвар Сен-Марсель, консьержка, считавшая и меня, и всех приходивших ко мне людьми подозрительными, крикнула Десносу, чтобы он вытер ноги. Он ей спокойно ответил, «Мадам, выж...» Как-то был я в мастерской на улице Бломе возле негритянской танцульки. Помещение было завалено неописуемой рухлядью, которую он зачем-то приобретал на блошином рынке. Так называется парижская толкучка. У меня осталась в памяти ужасающая сирена из воска. Десносу она очень нравилась. Много лет спустя я прочитал его стихи. Юки, женщину, которую он любил, он называл сиреной, а себя морским коньком. Деснос пытался зарабатывать на жизнь журналистикой. Был репортером в Париматиналь у Мерля, потом в других газетах. Он узнал, что такое власть денег, писал, разве газета печатается краской? Может быть, но пишут ее главным образом нефтью, маргарином, углем, хлопком, каучуком, если не кровью? Деснос много писал о любви, и одну из лучших своих книг назвал «Ночь ночей без любви». Он нашел свою сирену. Я знал Юки, красивая, очень живая. Она часто приходила на Монпарнас со своим мужем, старым завсегдатаем ротонды, японским художником Фужитой. Фужита уехал в Японию и Юки стала женой Десноса. Он был в своей любви трогательным, с той легкой иронией, которая неотъемлема от романтизма. Когда в 1944 гестаповцы его арестовали и отправили в пересыльный лагерь, он оттуда писал Юки «Моя любовь, наша боль была бы нестерпимой, если бы мы не принимали ее как болезнь, которая должна пройти. Наша встреча после разлуки украсит нашу жизнь, по крайней мере, на 30 лет. Я не знаю, получишь ли ты это письмо ко дню твоего рождения. Я хотел бы тебе подарить 100 тысяч сигарет, 12 чудесных платьев, квартиру на улице Сен, машину, домик в Компьенском лесу, дом на острове Белиль и маленький букетик ландышей за 4 су. Если подумать, где он это писал и что у него было на сердце, станут понятными мои слова о романтической иронии. Это не литературный прием, а душевное целомудрие. Его последние стихи, написанные в лагере смерти, обращены к юке. Я так мечтал о тебе, я столько шел, столько говорил, я так любил твою тень, что у меня ничего не осталось от тебя. Я теперь тень, тень среди теней, востократ больше тень всех теней, только тень, тень будет ходить, тень будет приходить в твой солнечный день. В 1931 году Деснос, которому опротивили газеты, поступил на службу в контору, занимавшуюся подысканием квартир. Его биографии мало живописных эпизодов, стыдливость цензуровала жизнь. Еще в то время, когда он работал в газете, его послали на Кубу, там был какой-то конгресс. Деснос влюбился в народную музыку, рассказывал, напевал, барабанил по столу. Он захотел подражать анонимным поэтам Кубы, начал сочинять куплеты песенки. В 1942 году Деснос написал куплеты об улице Сен-Мартен, он там родился. В то время парижане узнали, что такое звонок или стук в дверь перед рассветом. Улица Сен-Мартен у меня была, улица Сен-Мартен мне теперь не мила, улица Сен-Мартен даже днем темна, не хочу от нее и глотка вина. У меня был друг Платар Андре, Платар Андре увели на заре, крышу и хлеб мы делили года, увели на заре, кто знает куда. улица Сен-Мартен много крыш и стен, но Платар Андре не на Сен-Мартен. В последний раз я встретил Десноса не то весной, не то летом 1939 года. Был очень жаркий день, мы сидели на пустой террасе кафе и говорили, разумеется, о том, о чем тогда говорили все, будет война или не будет. Деснос был печален, а когда мы расставались, выругался. Дерьмо, чистое дерьмо. Не знаю, к кому это относилось, к Гитлеру, к Долодье, к судьбе. Когда после войны я приехал в Париж, мне рассказали, что Деснос умер в концлагере. Потом я узнал подробности. Он участвовал в сопротивлении, не только писал политические стихи, но и собирал сведения о передвижении немецких войск. 22 февраля 1944 года его предупредили по телефону. Не ночуйте дома. Деснос побоялся, что если он скроется, то возьмут юки. Он спокойно открыл дверь. Когда его привезли на улицу Сосе, где помещалась сюрте, молодой фашист гаркнул, снимите очки. Деснос понял, что это означает. Сказал, мы с вами разного возраста. Я предпочел бы без пощечин. Бейте кулаком. Крупный гестаповец, ужиная с некоторыми французскими писателями, журналистами, рассказывал о последних арестах. В Компьенском лагере теперь представьте себе поэт. Сейчас я вам скажу Робер Деснос. Но я не думаю, чтобы его выслали. Тогда журналист Лебро, хорошо всем нам известный, он потом удрал в Испанию, воскликнул, его мало выслать, его нужно расстрелять, это опасный субъект, террорист, коммунист. Из Компьена Десноса отправили в Освенцин. Некоторые из заключенных чудом выжили. Они рассказывают, что Десно старался приободрить других. В Освенциме увидев, что товарищи впали в отчаяние, он сказал, что умеет гадать по руке и всем предсказал долгую жизнь счастья. Он что-то бормотал, писал стихи. Советские войска быстро продвигались на запад. Гитлеровцы погнали заключенных в Бухенвальд, потом в Чехословакию, в лагерь Терезин. Отощавшие люди едва пошли. Эсэсовцы убивали отстававших. 3 мая советская армия освободила заключенных в лагере Терезин. Деснос лежал больной сыпняком. Он долго боролся со смертью, любил жизнь, хотел жить. Молодой чех Иозеф Штуна, работавший в госпитале, увидел в списках имя Робера Десноса. Штуна знал французскую поэзию, подумал, «Может быть, тот?» Деснос подтвердил «Да, поэт». Последние три дня жизни Деснос мог беседовать со Штуной и с санитаркой, которая знала французский язык, вспоминал Париж, молодость, сопротивление. Он умер 8 июня. Теперь я хочу рассказать об одной беседе с Десносом, которая мне запомнилась. Эта беседа для меня приобрела новый смысл после того, как я прочитал стихи, написанные Десносом в концлагере, узнал о последних месяцах его жизни. Мы случайно встретились на бульваре Пор-Рояль. Я жил тогда на улице Котантен возле вокзала Мон Парнас, но почему-то мы пошли в сторону Сен-Марселя и оказались в кофейне при мечети. Там было темно и пусто. Это было в 1931 году, когда Деснос был счастлив. Он нашел юки, много писал, да и внешне как-то успокоился. Не знаю, почему мы заговорили о смерти. Обычно люди избегают таких разговоров, каждый предпочитает об этом думать в одиночку. Я признался, что о многом пережитом в зрелом возрасте умолчу. О том, что в общежитии называют сердечными делами. Мне трудно рассказывать также о некоторых размышлениях, которые по своему характеру связаны с молчанием. Но начиная эту главу, я подумал, неужели я буду писать только о гримасах НЭПа или о борьбе за каучук? Конечно, все это меня волновало, но жизнь шире, да и сложнее. О смерти я думал и ребенком, когда она меня пугала. И юношей с двойным чувством ужаса и притяжения, но неизменно с романтическими прикрасами. Потом я вдруг понял, нужно мужественно подумать, связать смерть с жизнью. И все же я никогда не начал бы того разговора, начал его деснос и начал неожиданно, не с мыслями о своем конце, а с длинных рассуждений о космосе, о материи. Он как будто обрел новую веру. Материя в нас становится мыслящей, потом она возвращается к своему состоянию. Гибнут планеты, наверное, гибнет и жизнь на других небесных телах. Но разве от этого мысль становится ниже? Разве временность лишает жизнь смысла? Никогда. Недавно я получил исследование о поэзии десноса, изданное Бельгийской академией. Автор Роза Бюшоль приводит неопубликованный сонет десноса, написанный им в концлагере. «Сгляни, у бездны на краю трава, послушай песнь, она тебе знакома, ее ты пела на пороге дома, взгляни на розу, ты еще жива, прохожий ты пройдешь, умрут слова, глава уйдет разрозненного тома, ни голоса, ни жатв, ни водоема, не жди возврата, ты блеснешь едва, падучая звезда, ты не вернешься, подобно всем исчезнешь, распадешься, забудешь, что звала собой себя. Материя в тебе себя познала, и все ушло, и эхо замолчало, что повторяло, я люблю тебя». Этот сонет написан в той обстановке, когда ложь или поза бесполезны, без нас видел газовые камеры, куда уводили каждый день партию заключенных. Размышляя в стихах о близкой смерти, он повторил то, что сказал мне в дни своего счастья. До чего он любил жизнь, друзей, юки, стихи, Париж, красные флаги на площади Бастилии, серые дома. Эхо замолкло, но ничто не проходит бесследно. Ни стихи, ни мужества, ни тень среди теней, ни беглый свет впыхивающей звезды. Я малопригоден для философии, редко думаю об общем. Это, наверное, один из самых больших моих недостатков. Но иногда я пытаюсь осознать с какой-то яростью упущенного времени то, что люди называют смыслом или значением жизни. Сюда входит, конечно, и ропот мыслящего тростника, и эхо, которое до сно слышал до последней минуты. Слова любви, жар сердца. Семнадцать лет я старательно штудировал первый том «Капитала». Позднее, когда я писал стихи о канунах, а ночью работал на товарной станции в Ажерар, я возненавидел капитализм. Это была ненависть поэта и Люнкен пролетария. В советских газетах я читал о монополистах, империалистах, акулах капитализма. Таковы были клички знакомого мне и вместе с тем таинственного дьявола. Я захотел поближе разглядеть сложную машину, которая продолжала изготовлять изобилие и кризисы, оружие и сны, золото и одурь, понять, что за люди короли нефти, каучука или обуви, какие страсти их воодушевляют, проследить их загадочные ходы, от которых зависят судьбы миллионов людей. Я начал работу в 1928 году, окончил в 1932. Четыре года я положил на то, что назвал «Хроникой наших дней». Я написал «10 ЛС», «Единый фронт», «Король обуви», «Фабрика снов», «Хлеб наш насущный», «Бароны пяти магистралей». Мне пришлось изучать статистику производства, отчеты акционерных обществ, финансовые обзоры, беседовать с экономистами, с дельцами, с различными проходимцами, знавшими подноготную мира денег. Ничего отрадного в этом не было. И я понимал, что начатая работа не принесет мне ни славы, ни любви читателей. В моей личной жизни происходили события, о которых я не стану рассказывать. Скажу только, что часто мне хотелось писать не о бирже, а о больших человеческих чувствах. Но я твердито себя обрывал. Разведчика посылают на вражескую территорию. Этот труд неблагодарный, порой опасный, но он связан с профессией человека. Никто меня никуда не посылал, никто не заказывал мне книг о борьбе трестов. Я сам себя осудил на это занятие. Газеты писали о том, что знаменитая кинозвезда Пола Негри разводится с мужем грузинским князем. О том, что принц Уэльский упал с лошади, что писатель Морис Бедель рассказал, как спортивно, без переживаний норвежские фрекен проводят ночи с галантным французом, что Примо де Ривера холодно разговаривал с испанским королем, что в состязании на длительность танца победила чета Смитс, протанцевавшая Чарльстон без перерыва 20 часов подряд. Куда более серьезные события развертывались за кулисами. Шла, например, война между Англией и Америкой. Война без танков, без бомбежек, но со множеством жертв. Каучук, главным производителем которого была английская колония Малайя, упал катастрофически в цене. Тогда министр финансов Великобритании Уинстон Чарчилль начал битву. Специалисты ее называли планом Стефенсона. Площадь, засаженная гивеями, сужалась или расширялась в зависимости от мировых цен на каучук. Напрасно Стюарт Готшкинс, вице-председатель американской каучуковой компании, пытался договориться с Чарчиллем. Напрасно президент Соединенных Штатов Гувер восклицал «Вмешательство государства прежде всего безнравственно!» Плантации сжимались и каучук рос в цене. Сотни тысяч малайцев, лишившись нищенского заработка, умирали с голоду. Американцы нажимали на Гаагу. Второй страной по производству каучука была Индонезия, принадлежавшая голландцам. В Соединенных Штатах гивеи не могут расти. Но эти деревья оказались в крохотной Никарагуа. На беду маленькая республика попыталась отстоять свою независимость. Времена меняются. В 1961 году нападение на Кубу возмутило мир, иначе было в 1929 году. Генерал Сандина напрасно взывал, вчера авиация обстреляла четыре деревни, ямки скинули свыше сотни бомб. Убиты 72 человека, среди них 18 женщин. Позор убийцам женщин. Ямки хотят проглотить Никарагуа, как они проглотили Панаму, Кубу, Порто-Рико. Братья, вспомните о Боливаре, о Сан-Мартини. Отечество в опасности. Американцы лаконично сообщали, наш экспедиционный корпус вчера окружил одну из банд Сандино, преступники уничтожены, наши потери незначительны. Шла и другая война. За нефть. Ройал Дэч с американским трестом Стандарт Оил, Сэра Генри Деппердинга с мистером Тиглем. Враги заключили перемирие для совместных действий против Советского Союза. Швед Ивар Крэгер, талантливый авантюрист, романтический шулер, король спичек, раздавив конкурентов, бросил вызов Москве. У него был темперамент Карла 12-го. Форд воевал с Дженерал Моторс, Дженерал Электрик, с Вессинг Аузом. Магнаты железных дорог опрокидывали правительство Франции. Король обуви Томас Батя глядел свысока на президента Чехословакии. Я видел, как парижские маклеры организовывали биржевую панику. В Швеции я был на заводах Крэгера, в Лондоне взглянул на сэра Генри. Деттердинг был голландцем. Он уехал на Яву искать счастье и прозябал в банке, как мелкий клерк. Но счастье нашлось. Его взяли на службу в контору Ройл Детча. Пять лет спустя Деттердинг стал директором, десять лет спустя королем нефти. Он проник в Мексику, в Венесуэлу, в Канаду, в Румынию. Англичане ему пожаловали титул баронета, и он превратился в сэра Генри. Дельфский университет присвоил ему звание доктора Гонорис Кауза. Каждый год он приезжал на свою родину в день рождения королевы, и королева восхищенно улыбалась. Он содействовал переворотам в Мексике, в Венесуэле, в Албании. Наверное, он считал себя нефтяным Наполеоном. Он не раз говорил, что его миссия поставить на колени строптивую Россию. Он скупил за гроши акции бывших владельцев нефтяных промыслов в Баку и называл советскую нефть краденой. Он организовал налет на Аркос и разрыв дипломатических отношений между Англией и Советским Союзом. Ему удалось добиться удаления из Парижа советского потла Раковского. Он давал деньги сторонникам Гитлера, одобрял книги Розенберга, устроил набег на Дероп, торговавший советской нефтью, наладил в Берлине мастерскую, где печатали фальшивые червонцы. Он не брезгал ничем. Он встречался с Красиным и предлагал ему мир. Он встречался с Гитлером и предлагал ему войну. Он рекомендовал Чемберлену договориться с Риббентропом. Это был крепкий, энергичный человек, чуть ли не до смерти он катался на коньках, курил в трубке дешевый матросский табак. Женился он на русской эмигрантке. В Париже была гимназия имени Леди Лидии Деттердинг, где обучались дети бывших бакинских королей нефти. Нервы у него были солидные. Когда разразился мировой кризис, он не пал духом. Однажды журналист спросил его, что самое важное в жизни. Сэр Генри коротко ответил «нефть». Ивор Крэгер построил империю из спичечных коробок. Он давал советы Пуанкаре, как стабилизовать франк, помогал полякам проводить санацию. На Уолл-стрите он считался самым одаренным из бизнесменов, притом джентльменом, образцом честности, спокойствия, благородства. В Чили он закрыл спичечные фабрики и выбросил рабочих на улицу. В Германии убедил социал-демократов запретить ввоз спичек, чтобы оградить рабочих от безработицы. В годы инфляции он скупил немецкие фабрики. Греческий диктатор Пангалос ему скорее нравился, но Пангалос не захотел предоставить ему спичечную монополию и Крэгер содействовал очередному перевороту. Он помог свергнуть правительство Боливии. Он ненавидел русских. Они осмеливаются не только изготовлять у себя спички, но и вывозить их за границу. Он был вполне светским человеком, мог беседовать о Фрейде или о Буайльде. В 1930-м году вышла моя книга о короле спичек. В отличие от других моих книг того времени, документальных, «Единый фронт», «Роман с ключом». Ивар Крэгер в романе назывался Свеном Ольсоном. Не знаю, почему, но я решил похоронить короля спичек. Он умирал, поговорив о французском премьере Торде. Роман перевели на различные языки. Шел 1931 год. Мировой кризис рос. Крэгер нервничал. Он пытался объяснить публике падение акций большевистскими интригами. В некоторых газетах появились статейки о том, что я хочу погубить короля спичек. Это было настолько глупо, что я не мог даже возгордиться. Правительства во Франции быстро менялись, но Торде еще был премьером, когда в 1932 году Ивар Крэгер застрелился. Его секретарь барон фон Драхенфейс писал в своих воспоминаниях, что накануне самоубийства на ночном столике короля спичек он видел мою книгу. Крэгера похоронили с почестями. Газеты называли его невинной жертвой мирового кризиса. Шведский парламент объявил мораторий. Вдруг выяснилось, что Крэгер подделывал итальянские облигации. Благородный джентльмен оказался шулером. Я писал также о главе американской фирмы Кодак Джорджа Истмани. Его карьера началась с лозунга «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное». Он рекламировал фотоаппараты для любителей. В 1896 году он вытянул счастливый билет. Он писал Эдисону «Нас запрашивают касательно так называемых живых фотографий». Он начал изготовлять кинопленку. Он неслыханно разбогател. Но его ждали испытания. На его пути встала АКФА — разветвление концерна ИГЭ. Немцы повели наступление, заручились поддержкой Форда и Нэшионал Сити Бэнк, начали строить фабрики в Соединенных Штатах. Истман не растерялся, принял бой. Его капиталы росли. Он обожал музыку и жертвовал миллионы на различные музыкальные институты. Рабочих он держал в черном теле. Ему было пятнадцать лет, когда он открыл текущий счет в банке. Ему было семьдесят семь, когда он решил его закрыть. К нему приехали гости, говорили о музыке и, разумеется, о кризисе. Джордж Истман вышел в соседнюю комнату и застрелился. Может быть, он вспомнил афоризм своей молодости. Нажмите кнопку, мы сделаем остальное. Многие из подлинных героев моих книг кончили жизнь самоубийством, как будто они были не седыми опытными дельцами, а молодыми влюбленными или поэтами. Капитализм пережил мировой кризис, а некоторые капиталисты оказались куда более хрупкими. Что же, они были людьми. Начал Крайгер в марте 1932 года. Месяц спустя покончил с собой король Бритв в Шеффилде. Он хвастал, что бреет весь мир, а сам носил бороду и застрелился из старого охотничьего ружья. В мае того же года покончил с собой один из королей Стали Дональд Пирсон. Во время войны он подарил американскому правительству крейсер. Он изучал способы борьбы с подводными лодками. Он оставил записку, где говорил, что устал жить. В том же мае в Чикаго выбросился на мостовую король мясных консервов Свифт. Акции мясного треста за неделю упали с 17 долларов до 9. Сын самоубийцы, стремясь спасти деловую репутацию треста, клялся, что отец случайно выпал из окна. Личный самолет Бати стоял на готове. Погода была нелетной, и летчик пытался уговорить короля обуви повременить. Батя нервничал, самолет поднялся над злином и упал. О Томасе Бати я должен рассказать. Он отнял у меня немало времени. Король обуви был сыном мелкого сапожника, ездил по деревням, торговал ботинками, потом ехал в Америку и там многому научился. Разразилась война. Батя стал обувать австро-венгерскую армию. Город Злип напоминал тюрьму. На фабрике Бати работали запасные и военно-пленные. Настал мир, и Батя сказал, мы должны осушить слезы матерей, которые хотят видеть своих детей обутыми. Он любил афоризмы и, став королем обуви, украсил стены цехов надписями будем веселыми, надо работать, надо иметь цель, жизнь не роман. На конвертиках, в которых рабочим выдавали зарплату, значилось научитесь делать деньги из вашего тела. Некоторые афоризмы Бати предназначались для потребителей. Помню, рядом красовались два его изречения «Моя обувь никогда не натирает мозолей». И «Не читайте русских романов, они вас лишают радости жизни». Когда я попросил разрешения Бати осмотреть королевство, он ответил «Я не показываю моих фабрик представителю враждебной державы». Я все же увидел его в отчину. У Бати была мания величия. Он расписался на скелете мамонта. Он объявил пятилетний план Томаса Бати. Он отказался признавать профсоюзы и организовал свою собственную полицию. Рабочим он платил мало и заполнил мир дешевой обувью. Не было, кажется, города без вывески с четырьмя буквами «Батя». Он был католиком и ненавидел коммунистов. Прочитав мой очерк, посвященный порядкам в Злине, Бати рассердился и подал на меня в суд. Статья была напечатана в Германии и судить меня должны были немецкие судьи. Батя наложил арест на причитавшиеся мне деньги за переводы книг, за фильм. Батя любил судиться. Он возбудил два процесса гражданский и уголовный. В гражданском суде он требовал с меня полмиллиона марок. Никогда в жизни я не видел таких денег. От уголовного суда Батя добивался, чтобы меня присудили к тюремному заключению за дефамацию. Батя нанял хороших адвокатов. Пришлось и мне обратиться к адвокату. У меня нашлись защитники, рабочие из Лина. Они прислали мне документы, фотографии, подтверждавшие достоверность моего очерка. Рабочие издавали нелегальный журнал Батовак, где описывали жестокие методы короля обуви, произвол созданной им полиции. Я представил суду и комплект журнала. Адвокат Батя явился на судебное заседание с переводом Хулио Хоринито. Цитировал роман, чтобы доказать мой цинизм, заверял суд, что я не только занимался дрессировкой кроликов, но и служил кассиром в публичном доме мистера Куля. Адвокат ссылался также на статьи некоторых московских критиков. Даже в коммунистической России люди возмущаются безнравственностью и беспринципностью человека, который осмелился оклеветать уважаемого Томаса Батю. Суд потребовал от сторон дополнительных данных. Самолет Томаса Батя разбился. В Германии к власти пришел Гитлер, нацисты сожгли мои книги и закрыли магазины Батти. Что касается моего весьма скромного гонорара, на который был наложен арест, то эти мизерные деньги достались не наследникам Томаса Батти, о Третьем Рейху. Я начал писать о трестах и различных королях в последний год тучных коров. Внезапно разразился мировой кризис, и в дальнейших книгах мне пришлось описывать годы тощих коров. «Теперь я скажу о коровах, не иносказательных, но доподлинных фюманских красных коровах, хотя конец этой истории относится к 1933 году, и мне снова придется забежать вперед». Летом 1929 года американцев взволновало небольшое газетное сообщение. В Америке излишек пшеницы превышал 240 тысяч бушелей. Вскоре выяснилось, что в Канаде, в Австралии, в Аргентине, в Венгрии тоже чересчур много хлеба. Цены на пшеницу катастрофически падали, фермеры разорялись и нищенствовали. Слова о том, что в мире было чересчур много хлеба, не следует понимать буквально. Голодали целые материки, в мире было 40 миллионов зарегистрированных безработных, импорт пшеницы в западноевропейские страны сократился в 7 раз. В Риме собралась конференция представителей 46 государств, которые обсуждали, что делать с излишками пшеницы. Это было весной 1931 года. Безумие овладело всеми. В Бразилии жгли кофе, в Соединенных Штатах жгли хлопок. На конференции было предложено денатурировать пшеницу с помощью эозина. Красное зерно сможет пойти на корм скоту. Началась пропаганда «кормите скот пшеницей, она дешевле и питательнее кукурузы». Продолжались банковские крахи. Голодные крестьяне бросали свои поля и уходили за три-девять земель в поисках хлеба. Коровы ели пшеницу первого сорта, манитобу или барлету. Но через несколько месяцев газеты сообщили, что в мире слишком много масла и мяса. Именно поэтому люди умирают от голода. В 1933 году я был в Дании. Я видел прежде эту страну тихую, зеленую, зажиточную. Дачане продавали англичанами немцам масло, мясо, бекон. На острове Лолан в маленьком городке Найсков я увидел необычайную машину, которая превращала коров в круглые лепешки, предназначавшиеся для корма свиней. Машина перемалывала кости, смешивала их с мясом в массу землистого цвета. Англия еще покупала бекон, но уже было ясно, что в мире слишком много сала и что если мировое положение не улучшится, то вскоре придется уничтожать и свиней. Машину мне показывал местный ветеринар, беловолосый, честный и очень печальный. Всю свою жизнь он лечил коров и не мог спокойно смотреть, как их уничтожают. В Копенгагене я видел голодных безработных. Я знал, что такое голод и, встречаясь с ними, отводил в сторону глаза. У древних греков было предание о Сизифе, коринфском царе и бандите. Когда он умер, боги придумали для него страшное наказание. Он должен был подымать большой камень на гору, с горы камень скатывался вниз. Сизиф грабил, убивал, но за какие грехи сотни миллионов людей были обречены на Сизифов труд. Сначала расширяли посевную площадь, потом окрашивали пшеницу эозином и давали ее коровам, потом начали уничтожать коров и кормили ими свиней. Четыре года не прошли для меня бесследно. Не знаю, удалось ли мне что-либо показать моим читателям, но лично я многое увидел. Я и прежде ненавидел мир денег, корысти, но одной ненависти мало. Я понял, что дело не в характере людей. Среди предпринимателей, финансистов, королей промышленности или финансовых магнатов были люди добрые и злые, умные и ограниченные, симпатичные и отвратительные. Дело было не в их дьявольской сущности, а в бессмысленности строя. В эпоху Бальзака капиталисты были жадными, скупыми, порой свирепыми. Но они строили заводы, разводили породистых коров, подымали благосостояние. Их можно было обвинить в бессердечности, но не в безумии. Прошло сто лет, и внуки героев Бальзака выглядели буйными, умалишенными. Я рад, что я это понял и продумал на пороге тридцатых годов. Человечество приближалось к эпохе больших испытаний. Вспоминая свое прошлое, я думаю о Германии Гитлера, о годах, проведенных в Испании, о войне. Одним из самых горьких испытаний для меня был конец 1937 года, когда я приехал прямо из-под Теруэля в Москву. Об этом я расскажу в следующей части моей книги, «А теперь мне хочется сказать, что если я не мог предвидеть многого, о чем в 1956 году говорили и на съезде партии, и в любой московской квартире, то тупость, варварство, изуверство вражеского мира я хорошо изучил до Гитлера, до Герники, до сожженных деревень и коров, застреленных на полях Беларуси». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!